5 января 2024 года 1432 время ГСК-21 Комарову Вячеславу ГСК-21 город Бииск Владелица Сурикова Екатерина Александровна Гараж номер 68 Разваленный ФСБ Номер его 8903-949-84-68 Рабочий контакт председателя Комарова Звоник 72, да? Здравствуйте, мне нужен Вячеслав Комаров, председатель Хорошо Скажите, а вот с 1 октября 2023 года ФЗ-338 вышел Вот, пункт 3 и пункт 6, статьи 26 Что только на счет электронный можно заплатить У вас где счет вывешен? Где можно посмотреть? Нет у нас пока цепи Ну, видишь, он не активный там Ну, где-то вы можете вывесить его на будке, я не знаю, прикрепить? Доска где-то там, вот А кто вывесил? А у кого есть такой? Мы, это, Цурикова Екатерина Александровна, гараж 68 Вы мужчина вообще-то? Ну, она вот здесь Здесь она Мы были вот Да, мы были в гараже осенью Ну, вы скажите примерно, когда вы его вывесите, чтобы приехать, после какого числа, чтобы, ну, приехать его, сфотографировать А личики не можете платить, да? А закон как теперь? Потом скажут, что незаконно Дело в том, что там в законе-то написано вообще интересные вещи, что только на электронный счет, понимаете, в чем дело-то? Да Вы читали? Я вот слышал и зашел, почитал Что именно вот в ГСК-то можно так и так заплатить А в гараж только вот так Я не знаю, что они потом скажут Потом они скажут, что вы не платили или чего Я не знаю Для чего это сделается все Не знаю Ну, писал, как он удал, спрашивайте, для чего нет Я могу объяснить Никто не хочет, что ли, вот Не спрашивает про счет, никто не читает? Ну, знаю, налички платят Налички? Налички рассчитываем Понятно Ну, мы вот на садоводстве уже два года перешли По счету платим Вот Потому что у нас там тоже председатели теряются И потом приходится кивитки искать, доказывать, что ты платил Понимаете, в чем дело? А так вот этот есть Ну, как бы он там где-то отображен В банке Копию взял и так далее, и так далее В общем, вот так сейчас Цифровая экономика будет И скоро всем нам здесь Я рад за вас Вот Постараюсь, я не скажу Мне надо связаться с банком А перед кредитом Сейчас выходной никто не работает Да нет, это не к спеху Просто вы скажите, когда вам Чтобы, самое, удобно Чтобы там примерно вот Чтобы Или позвонить Потом можно вам, чтобы узнать Позвоните мне через неделю Через неделю Ну, все Хорошо Ну, все равно, наверное, вывесить-то вам его надо Куда-то на будку там, чтобы узнали, да? Хорошо Хорошо Все Спасибо, до свидания Сидай 29 января 2024 года Гордая хозяйка гаража В ГСК-21 В городе Биски, Алтайского края Цурикова Екатерина Александровна Гараж номер 68 Да Звоним председателю Комарову Вячеславу Александровичу ВВВ Комарову Вячеславу По телефону 8903-949-84-68 Рабочий он Только экстренный вызов Что за дичь? Семьба Что, у меня денег нет на семьба? Да как же, поужинаем В чем два раза 8903-949-45-68 Давай Давай Семьба День 11 О, выживает Да не знаю, что там такое Вроде ложает, да? Да Два раза Вячеслав Комаров Да Вячеслав Комаров Аллах Здравствуйте Вячеслав Комаров-то? Да, слушая вас Мы хотели, это вот, Сурикова Екатерина Александровна, Гараж 48, мы к вам звонили вот по поводу, ну вот оплаты по счету, вы говорили, что может вывесите на где-то, да, счет? Да, 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 так, пока еще мне с банкой не перезвонили там, так, 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 а вы наличка-то не можете, да, только переводом? Да, мы можем, но хотелось бы его заплатить, наверное, так, я не знаю, закон какой-то вышел, что только так надо платить, я не знаю, потом что, они аннулируются, их не поймем... А почему они аннулируются-то? Ну так они закон приняли. Так они закон приняли, у них в голове-то сейчас все в цифру, они переводят. Ну сейчас рубль, ну что делают в магазине? Касса и всех, одна касса, и там толпа стоит, всех загоняют в цифры. Потом рубли уберут, и все. Цифровой рубль-то в обход Конституции они приняли. Неизвестно. Давайте я постараюсь на этой неделе решить вопрос. Я им звонил, они не перезвонили, я забыл. А у вас счет-то есть же, да, он, номер-то где-то, или он заблокирован, или чего он снимал? Ну, его открывали, да, но им не пользуемся и нет, потому что за него же тоже платить деньги. Им никто не перечисляет, его как бы и заморозили. Ну и даже если они заморожены, они все равно там будут лежать же. Нет, ну он не работает счет, потому что надо там через банк решить этот вопрос и все. Я понял, ну мы вот на дачу-то платили, там он был заморожен, и все равно они потом его, когда разморожили, какой-то там сумму они погасили, и он у них заработал. Сейчас он работает. Сейчас помаленьку все переходят, не знаю. Ну, примерно, когда позвонить-то? Через неделю, да? Ну, позвоним. Через неделю, да. Ну, потому что уже платить-то надо. Хорошо. Ну, ладно, а вот еще у меня вопрос. Там вот пройти-то, вот, я не знаю, мы в последний раз проходили, там у вас собака прям гигантская. Я так понял, что сторож закрыт, будка, его вообще нет там, да, сторожа-то? Почему у нас сторож в ночь только работает? А, только в ночь. Ну, там проходить-то, я не знаю, опасно. Там собака-то эта... А она привязана, нормально. Да я понял, ну она прям вот кидается, отвяжется, она же сожрет. Нет, он не сожрет. Ну, это она вас знает, она вас там. Она раз-два в год видит и сожрет. Я вот хотел спросить, там у вас еще есть проход, вот там, ну, вот там, мимо вас пройти вдоль, там какие-то ворота, там у вас, может, замок, может, какой-то ключ вы дадите, чтобы проходить, нет? Нет, у меня нет ключа от тех ворот. А где взять можно? Или не даете? Да там просто закрыли, что там гаражи были развалены. Ну, ты, я знаю. Они загородили, кто там рядом и закрыли, как ворота на всякий случай оставили. Ну, опасно туда проходить-то, я не знаю. Она прямо вот кидается, сорвется и все. Почему опасно? Нормально она. Там цепь, я вот новую цепь купил ему, привязал. Цепь новый, осейник новый. Куда он не тормится. Ну, собака большая, как она порода-то, я забыл. Кавказская какая-то, да? Она привязанная, что это, сколько? Люди ходят два года у нас, нет, да ничего. Ну, она опасная. Ну, опасно, ну, ладно. Все, ладно, позволим. До свидания. 12 февраля 24 года. 12 февраля 24 года. Председатель ГСК 21. Вячеслав Комаров, телефон. 8-903-949-84-68, рабочий его. Так, набираем. Сим-2, да? Обещал вывесить номер счета, от того требует новый закон РФ. Да, для оплаты. Членских взносов. Здравствуйте. Это Вячеслав Комаров. Слушаю. Цурикова Екатерина Александровна. Вы обещали вывесить номер счета ГСК 21 для оплаты членских взносов. Вывесен, наверное, на стоянный взнос. Вывесен, вывешен, да? Да. Можно заплатить, да? Членские взносы. А там у вас, да? Собака там же. А собака там же? Там же собака. А как я туда подойду? А вдруг она сорвется? Спокойно. Ну, она... О, видишь, повесил трубку. Спокойно подходить. То есть, чужими жизнями можно так легко распортироваться, да? Сорвется, не сорвется. Я цепь новую купила. А там, как она, кавказский, не овчарка, а как он еще такие? Затеренок практически. Ну, и... Значит, как соборода называется... Ну, вот собаки убьются. Если она сорвется, то... Она еще смесь с чем-то... Покалечит. Адская, да. Да. Если не убьет. А она загрызет и убьет, да? Ну, вот так можно и подготавливать. Легко подготавливать спецоперации. Ждут нас там, видимо. Ага. Недаром собачьему-то поставили. Везде все схвачено и подхвачено. Схватили колье и ломы, что-то дали, пацаны. Не помню, что это... Ладно. Двадцать пятое февраля 2024 года. 12.57. Звоним в Тиньков банк. 8 800 333 33 33. Вот председатель ГСК-21 в городе Бийске, Комаров Вячеслав Владимирович, да, вывесил такое объявление на нашу просьбу повесить номер лицевого счета для оплаты за гараж, да? Вот, вот что он написал. Номер карты для оплаты членских взносов в ГСК-21. Номер карты 22 00 70 03 08 90 25 75. Написал номер карты. Говорят, это не номер лицевого счета, да? Так вот, звоним в Тиньков банк. Вас приветствует Тиньков. В целях контроля качества ваш разговор будет записано. Меня зовут Антон, здравствуйте. Как я могу вам помочь? Вы живой человек? Антон. Соединяюсь с коллегой, который вам поможет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы живой человек? Меня зовут Юлия. Я представляю Тиньков банк. Ваш вопрос, пожалуйста. Я оператор. Оператор. Здравствуйте. Меня зовут Илья Александрович. Мы живем в городе Бийске Алтайского края. Вот председатель Комаров Вячеслав Владимирович вывесил на нашу просьбу вывесить счет, лицевой счет для оплаты членских взносов за гараж. Конечно, вы знаете, закон вышел, да, что только членские взносы в электронном виде на счет принимаются. Новый закон вышел. Он написал, вот цитирую, номер карты для оплаты членских взносов. Номер карты для оплаты членских взносов в ГСК-21. И вот номер счета, пожалуйста, вот посмотрите. Вы записываете? Милия Александрович, вы являетесь действующим клиентом банка Тиньков? Я не клиент банка Тиньков. Значит, наш председатель имеет счет в банке Тиньков и предлагает мне его для оплаты за гараж. Там даже его имени, то есть отчества и фамилии его нет. У меня есть сфотографированное объявление. Номер карты для оплаты. Это что, его личная карта или это и личный расчетный счет ГСК-21 в городе Бийске? Я хочу узнать, кому я платить собираюсь. Ему лично на карту или это расчетный счет? Проверить у вас в банке. Что это номер, который он вывесил? Что это? Кому я буду платить? Вам буду платить через Тиньков? Вероятно, ему или... Что это? Подскажите, пожалуйста, мне. Я слышала ваш вопрос от действующего клиента банка Тинькова. Скажите, пожалуйста, фамилию и имя отчества. Что значит от действующего? Вы принимаете деньги. Вы посредник. В данном случае между мной мне предлагается оплатить через вас на личную карту этого человека или это расчетный счет? Я не ваш клиент. Ваш клиент... Стоп. Обратиться к вашему председателю. Нет, я хочу узнать. Он может мне неправду сказать или еще что-то. Я хочу узнать, кому принадлежит этот счет. ГСК, это расчетный счет, на который он имеет право принимать с меня деньги. Или это его личная карта? Тут написано номер карты для оплаты членских взносов. То есть номер карты клиента банка Тинькова. Помнили имя отчества, пожалуйста, клиента банка Тинькова. Я не знаю, он ли это клиент, может это его жена или кто, вы поймите. Меня интересуют другие вопросы. Этот номер, вот, 20... Вы запишите номер, посмотрите, что это. Карта, расчетный счет организации. Что это такое? Скажите мне, пожалуйста. Номер телефона? По номеру телефона? Я вам номер карты продиктую, а вы, пожалуйста, мне скажите, что это в Тиньков банке? Вы записываете? Вы можете только сказать фамилию, имя, отчество. Я могу проверить. Вы счет можете проверить? Это расчетный счет или частная карточка? Что это такое? Вы запишите номер карты. Ввели по номеру ИНН, мы можем проверить организацию. Да мне... Вы поймите, он вывесил этот номер карты или счета в Тиньков банке и предлагает мне на него заплатить. Кому я буду платить? Возможно, вы являетесь, так сказать, соучастником преступления какого-то, Тиньков банк, или еще. Через вас могут... Я не знаю, что это? Вас должны такие вещи интересовать в обществе. К тому же он нарушает законы, если это не расчетный счет, а его личная карта. Он на нее деньги собирался, все гаражного кооператива. Вы понимаете, о чем речь идет? О возможном преступлении. Вот запишите номер карты. Скажите мне, что это? 22-00-70-03-08-90-25-75. Вбейте, посмотрите, что это. Значит, как его зовут? Комаров Вячеслав Владимирович. Председатель ГСК-21. Что это? Я слышала, фамилию вы можете сказать правильно? Комаров. Вячеслав Владимирович. Стоит рождение Вячеслава Владимировича. Я не знаю лично, он мне паспорт не показывал. Пойте на линии, пожалуйста, не отключайтесь. Это данные председателя в открытом доступе. И счет в открытом доступе. Мне предлагается на него оплатить. Ну, тут странно написано, да, его фамилии нету. Вячеслав. ГСК-21, Вячеслав. И номер карты для оплаты. Все-таки номер карты, это номер карты. Должен быть расчетный счет организации. Организации, именно. Да. ГСК-21. Нет, подождите. Это что? Его личная карта. Мне интересно знать. Я плачу на расчетный счет ГСК-21. Это номер этот, который я вам продиктовал. Это расчетный счет ГСК-21? Что это? Или его личная карта? Это не засекреченная информация в обществе. Расчетный счет. Это открытая организация, на которой люди платят деньги. Наоборот, это должно быть известно для обществу, чтобы была возможность, тем более закон вышел новый, что туда именно оплата идет. Да. Должна идти. Да. Это должен быть расчетный счет этой организации. Да, именно так. ГСК-21. Ну, он написал номер карты для оплаты членских сносов. Он написал номер карты для оплаты членских сносов в ГСК-21. Все-таки должен быть расчетный счет организации ГСК-21. Нас тут, возможно, вводят в заблуждение. Да. То есть он не будет проходить не через инъестры какие-то, да, на оплату. Как в организацию, допустим. Нас-то интересует организация, мне его... Гарри, что-то... Мне его... Не нужна личная карта, я думаю. Они могут сказать, что это за счет. Или частному лицу. Да. Сколько ждать? Да. И зачем мне его дата рождения? Откуда я ее могу знать? И зачем мне? Эти вот так называемые персональные данные. Мне не интересно. Мне интересно данные в общественном доступе. И действия, которые совершает юридическое лицо в отношении нас. Вот что нам интересно. Так как ты должен оплатить на эту карту. Да. То есть они как бы посредник. Он их использует, да? Но они участвуют. Они участвуют в этом, да. Фамилия Александрович, вы меня слышите? Да. А вас как зовут? Меня зовут Юлия. А фамилия ваша? По номеру... Меня зовут Юлия, я представляю Тинькоу. А как вы себя можете обозначить внутри системы? У вас номер какой-то есть присвоен или что? Индификатор? Я отвечу на все ваши вопросы. Как вас можно обозначить? Как Юлия, может еще какая-то Юлия есть? Или засекречены эти данные? Юлия Александрович, я отвечаю на ваш первый вопрос. Да вы не представились. Как вы можете ответить на мой вопрос-то? Как фамилия ваша, скажите? Или номер внутри системы? Или у вас нет номера? Что? Я отвечу на все ваши вопросы. На первый вопрос, который вы задали по номеру. Нет, вы по поводу... Не можем вас проконсультировать. Вы ответьте, кто вы, ваш номер внутренний. Скажите мне, пожалуйста. Будьте на линии, пожалуйста. Не отвечайте. Вы куда уходите? Почему вы заставляете меня ждать? Соедините меня с старшим специалистом. Кто у вас ответственный? За работу с обществом. За работу с обществом в банке. С юристом меня соедините. Вашей компании. Алло. Вы меня слышите? Илья Александрович. Это кто? Как я разница информировала? Меня зовут Юлия, я представляю Тинькофф Банк. И по вашим вопросам я отвечаю. По номеру карты... Ну вы не представились, да. Еще раз говорю. Меня зовут Юлия, я представляю Тинькофф Банк. Да, фамилия ваша есть? Фамилия. Назовите фамилию свою. Чтобы представлять, нужно представиться. Вы, значит, не вправе представлять. Для общества. Вы же не в ФСБ работаете, скрывая свое имя. Мы не можем вам показать вашу фамилию. Да, ну внутренний номер скажите. Внутренний номер свой. Пожалуйста, можете записать мой внутренний номер. Скажите, пожалуйста. 225-356-15. Еще раз, я плохо слышно. Пропадает связь. 225-356-15. Да, спасибо. Илья Александрович, по номеру карты информацию о мечтал-задежке, и, к сожалению, мы не можем вам сказать. Что значит, у меня не нужна информация по номеру карты. Секретная. Дело в том, что человек собирает на этот счет деньги со всего гаражного кооператива. Мне интересно, это расчетный счет организации ГСК-21 или это его личная карта. Вот мне нужна информация. Общественная информация для общества. Это не конфиденциальная информация. Поскольку человек использует ваш банк, возможно, не по закону. Потому что эти платежи, если это его частная карта, они не будут проходить в реестре и так далее, и так далее. И не будет официально считаться этого ГСК, возможно, его вообще нет, и так далее. Вас вовлекли, возможно, в какую-то схему хитрую. Вы мне скажите информацию. Это расчетный счет ГСК-21 или что это? Мы можем вам помочь, если вы нам скажете ННН данной компании. Если эта компания зарегистрирована в нашем банке по ННН, мы сможем сказать. Нет, вы мне скажите, это расчетный счет ГСК-21, по которому председатель мне предложил заплатить за свой гараж. Это личный... Это не счет! Это не личный счет клиента! Этот человек выставил его под видом лицевого счета организации. Скажите мне, это лицевой счет организации? Можете сказать ООО или Б? Я вам говорю, ГСК-21, город Бииск, Алтайский край. ГСК-21. Мне предлагается заплатить на этот номер за гараж. Это лицевой счет ГСК-21 или нет? Это не конфиденциальная информация. То есть как юридический счет или физический? Нет, мне интересно. Это именно ГСК-21 принадлежит этот расчетный счет? 22-00-70-03-08-90-25-75. Он не может быть физическим, поскольку это юридическая организация. Там какая-то собственность еще. Принадлежит ГСК-21 в городе Бииске? Гаражно-строительный кооператив 21 в городе Бииске. Это счет Гаражно-строительного кооператива 21 в городе Бииске или нет? Все, мне не нужна информация. Ни о владельце, ни о количестве денег, ни о чего. Я хочу заплатить за гараж. Это не конфиденциальная информация, это открытая информация в обществе. На русском файл написано, кирпичная улица, дом 50. Кирпичная улица, дом 50. Я вас спрашивала, ваш вопрос как от юридического? Является ли это юридической лицом? Нет, не юридический. Мне интересно, принадлежит ли этот счет ГСК-21? И председателю Комарова, Вячеславу Владимировичу. Как юридическое? Правильно? Это же не физическое лицо. Но, может, к какому-то другому юридическому лицу он принадлежит. Мне интересно... Нет. Мне не интерес... Не отвечайте, пожалуйста. Мне интересно, это счет ГСК-21 или нет? Все. Здесь вот ИНН указан на открытом доступе. ИНН, там вот указан в открытом доступе. Вам сказать ИНН? Да, скажите, пожалуйста, ИНН. Говори. 22. По две цифры буду говорить. 22. 0,4. 0,4. 0,8. 0,8. 78. 0,7. 0,7. 22. 0,4. 0,8. 7,8. 0,7. Спасибо вам за дополнительную информацию. Не отключайтесь. Будьте наличными, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Не понял. Какой руководитель? Да, на компанию. И специалисты помогут. Можно еще раз номер ИНН услышать? Ну вы же его повторили, не записали? Давайте еще раз. 22. Вы вообще о чем говорите-то? Я не пойму. На какие законы вы ссылаетесь? Кто вам запретил, собственно, что любой, значит, может использовать в любых целях счет ваш? Да? И вы не скажете, принадлежит ли этот счет этой организации? Да. Скажите, пожалуйста, ИНН. Давайте еще раз скажем, да. 22. 0408. 78. 07. Это с сайта. Да. В открытом доступе эта информация. ГСК-21. Да. А расчетного счета вот там нет. Значит, можно сделать все, что угодно. Собирать куда-то, может быть, не туда или не знаю. Я не знаю. Я хочу уточнить, что происходит. Если в открытом доступе все есть, кроме расчетного счета, значит, его нету официального. Ну да, если все есть, вся информация, кроме открытого, открытого, кроме лицевого счета, значит, его нету компании. Значит, он на карточку собирает или что происходит? Куда мне предлагается заплатить-то? Куда мне предлагается заплатить? Лилия Александрович? Да. Вы как не действуете? Что? Лилия Александрович? Ну, я, Лилия Александрович, и что? Вы清арей меня, пожалуйста, не отключайтесь. Я сижу открылый сайт, у него ГСК-21, rusprofile.ru, гаражно-строительный кооператив 21, там указан руководитель, председатель этого кооператива, Комаров Вячеслав Владимирович, ИНН, ОГРН, КПТ, дата регистрации, все за статистики, юридический адрес руководителя, и все, собственно, ОГРН, прожаренный инспекцией ОКНС России, номер один, Паратайскому правилу, с 2018 года. Так, уже разговариваем, 22 минуты. Ответа никакого не получили до сих пор, да? Спрашиваем, собственно, принадлежит ли этот счет официально ГСК-20? Это оказывается что? Кому ты платишь? Может быть, ты Путина на все платишь? В офшоры какие-нибудь? Виргинские острова, да? Тебе не положено это знать в РФ. Нет, это, наверное, на Мальте. Очень засекречено. Нет представляющимися улицами. Обжевываюсь без грушки. Вообще, эти люди все вменяемо сидят там, нет? Простой человеческий вопрос, да? Эта система вся, бизнес, демократия. Или они просто участвуют все вместе? Вот это вот так. Абракадаба, да? А потом окажется, что это не счет для меня, а потом, да? Не это куда-то заплатил? Ну да. А значит, они будут участвовать в преступлении, возможно. Да. Потому что человек обязан, может уточнить, куда он платит. Да. Не обманывают ли его, проводя по схеме какой-то? Закон-то этот принят для того, чтобы там, собственно... Ну, организации это, расчетный счет. Обычно вот, кстати, вводишь, у них в организации есть расчетный счет. Так, 24 минуты разговариваем долго, мы будем слушать этим. Оказывается, это засекреченная информация. Публичный счет в публичном доступе на доске для оплаты. Для общего пользования. Да. Оказывается, вы не можете знать, кому вы платите. Да. Там, кстати, хитрая бумажка-то составлена на доске для общего пользования. Без фамилии. Без фамилии указано. Номер карты для оплаты. Может быть, номер ГСК. Один. Несчет, несчет. Угу. Угу. ЭТИ. О, на лучшем лиге, ЭТИ, ЭТИ. давай повесим трубку куда-то ушли ушли от ответа ну конечно тем более что тот намекает что принадлежит для общества схема от кого и зачем потому кажется что это вообще не твой гараж за него не платил он нигде не проведен в мэрии нигде не числится а кто там сидит кто-то от фсб кого-то посадили для ликвидации я буду на непонятную какую-то карту платить и думать что все окей потому что в открытом доступе вот у этого ГСК нет расчетного счета а эти информацию не говорят Включил какую-то пищалку и опять же это в интернете нет а то вот он вывесил это на доске почета там ГСК 21 Илья Александрович вы мне слышите это Юлия Бантиньков да Илья Александрович зафиксировали вашу информацию с вами сотрудники свяжутся в течении 10-15 минут на данный номер с которым вы сейчас обращаетесь с Бантиньков а соединить то вы меня можете да специалист ответит на все ваши вопросы а он позвонит нет соединить в реальном времени меня нельзя что ли вам будет звонок по вашему вопросу работает да я нет но вы меня соедините с кем-нибудь кто у вас есть старший оператор есть специалист с вами свяжется пожалуйста ожидайте это же простой вопрос а вы посмотрели что у вас засекречена от вас эта информация я не пойму что это вы не можете сказать что ли этот счет ГСК или нет потребуется определенное время для вашего ответа пожалуйста ожидайте звонок да спасибо вам за прощение если у вас нет ко мне вопросов я сам прощаюсь ну вы не ответили ни на один мой вопрос да и мы с вами прощаемся ожидайте пожалуйста с вами свяжется до свидания всего доброго до свидания угу 26 февраля 2024 года утро 1033 звоним Сбербанк 900 номер А что это у нас Афина Афина Чтобы оценить работу специалиста, оставайтесь на линии после завершения разговора. Общество оценивает вас. Разговор со специалистом записывается. Ну и у нас тоже. Меня зовут Асель, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Асель. Асель. Да. Ага. А меня Илья Александрович. А вы как-то можете свой номер идентифицировать или фамилию назвать? Конечно, 44-480. А я должен сказать, очень приятно. Мне тоже очень приятно. Какой у вас ситуация? Так, у меня вопрос такой. Я вот хотел бы узнать, у нас в ГСК-21, в Бийске, в Алтайском крае, ну то есть вывесил человек вместо, ну как он называется, расчетного счета, да, где там БИК и так далее, вывесил номер карты для оплаты за членские вносы за гараж. Я бы хотел, все-таки это не, это законно вообще, не знаете, платить на карту вместо расчетного счета? Ну вообще, если это организация, если у них все оформлено, то они обязаны предоставлять реквизит организации. То есть расчетный счет организации, реквизиты банка. Это да. Тем более даже закон вышел, 338-й, по-моему, да, что только в электронном виде можно платить. Ну вот на просьбу вывесили, он вывесил, но это не очень законно, значит, да? Значит, должен быть. Конечно, если все оформлено, то есть это их памятное лицо, то они оформляют расчетный счет, куда вы оплачиваете. Понятно. А у меня вот такой вопрос. А это же не секретная информация, их публичный счет, куда могу я заплатить, да? Может, я могу и помимо председателя узнать, допустим, у вас где-то в базе, может быть, есть этот счет, номер? Нет, у нас таких аркетитов нет. А я вот, знаете, в Сбербанк захожу, допустим, вот, вот рядом с домом там, офис, да? Вот задачу плачу. У них там высвечивается, например, задачу, да? Я называю, допустим, название организации. Александр Ильич, да, можно, например, через Сбербанк онлайн по названию, если вы мне скажите название, посмотрю. Так, сейчас. ГСК, гаражно-строительный кооператив, ГСК-21, город Бииск, Алтайский край. Улица Кирпичная, 50. Алтайский край. ГСК-21, наверное. Угу. Так, Алтайский край, сейчас смотрю. А, Бииск. Так, не найденный документ. А вообще там БИК, ИНН, ничего больше нет у вас? Ну, есть ИНН, но у меня где-то бумажка, Катерина, вот здесь, посмотрите. Посмотрите, пожалуйста, можете мне сказать? Сейчас, секунду. Где ИНН? ИНН, 22, 04, 08, 78, 07. Так. Это у них, наверное, не в нашем банке расчет, но счет открыт. А, то есть, его только у них можно узнать, больше нигде? Да. А он должен быть в общественном доступе где-то, нет? Где можно посмотреть? В реестре каком-нибудь? Ничего не знаете? Ну, нет, это только если они вот сами квитанции, например, или QR-код какого-то вам формируют, вот тогда только. Только тогда. А если он не вывесит на этот счет, на этот счет не стоит платить, да? На счет карты? Карта какая-то? Нет, вообще, если это организация, да, то они обязаны предоставить вам реквизиты, по которым вот на их расчетный счет поступают деньги, да, и потом налоговая уже, например, все проверяет, как поступила, откуда поступила, и они за это ведут отчет. Конечно, если вы зачисляете, например, просто по номеру карты, да, это просто как ему личные какие-то вычисления, которые налоги здесь не идут ему. А, вот так. Дело в том, что еще там какая-то учитывается, вот, на счет-то, наверное, еще, они приняли закон, что только на счет, значит, еще для какого-то контроля. Дело в том, что я звоню в мэрию, там вообще, как бы, они не знают об этом кооперативе. Конечно. То есть требовать счет? Конечно. Нужно требовать реквизиты, это же все официально, они вам должны чек формировать о проведении какой-либо операции. Это вот, допустим, я через Сбербанк плачу, но он чек-то дает Сбербанк, да. Ну, это просто как перевод у вас будет частному лицу. А какой чек нужно требовать? Ну, это как от юрлица у вас формирование идет чека, либо квитанции какие-то они должны вам формировать. А кто должен выдавать, Сбербанк или они? Организация. Организация выдает квитанции, по которой вы оплачиваете. А, даже так? Да. Ну, вот как, например, вы за свет, например, да, за ЖКХ платите, вот так и должно быть официально. А вот я задачу плачу, у меня председатель, там, добились мы счета у них электронного, но мы просто оплатили Сбербанк, и нам от Сбербанка квитанции. Нам еще что-то нужно, что ли, от них получить? Нет, ну, этого вообще достаточно, и вы у меня просто задали вопрос. А, ну, понятно. Вообще, организации, юрлицо, должны вам формировать какие-либо квитанции, по которым вы будете оплачивать, чтобы все официально было. Понятно. А вот еще вопрос, если у вас не высветился ни ННН, там, ни это, счета этого нет, ГСК-21, этот, если бы у них был в вашем банке или в другом банке, он бы тоже высветился? Нет, только у нас. Если у нас открыт расчетный счет, например, организации, то он у нас в базе данных можно посмотреть. А я вот звонил в Тиньков, у него вот написано, карта там Тиньков, да? И мне в Тиньков не сказали, имеет ли отношение этот счет к этой организации, якобы это секретная информация. И счет, мне его не назвали, что есть ли у него счет такой, принадлежащий ГСК-21, там, вот, Комаров, Вячеслав Владимирович. А они его на законном основании мне не говорят этот счет, или как? Ну, это уже правила банка, это там же разные условия, разные правила у разных банков. Так, а я же не хочу никакую конфиденциальную информацию. Кто там с этого счета, кому он принадлежит, просто имеет ли он отношение к ГСК-21? Ну, значит, наверное, какие-то у них свои правила, условия. Понятно. Ну, хорошо. А если вот я приду в офис Сбербанка, мне так же, вы в той же базе смотрели, что и они... Мне не скажут тоже там, да? Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста, до свидания, Сидор Класс. До свидания. Удачи, решили ли ваш вопрос в контактном центре? Скажите да или нет. Да, решили. Но платить некуда. Спасибо, до свидания. Здравствуйте. Мне нужна вот Чмакова Марина Владимировна. Здравствуйте. У тебя звук переключённый мне. Давайте. Управление, мы что? Марина Владимировна. Да, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Илья Александрович. Я хотел бы узнать, мне сказали вот, что в имущественном, или в какой-то, в земельном отделе, что у вас можно узнать, например, про ГСК-21 в городе Бийске. Например, сколько там гаражей, люди их сколько платят, да? Как это отображается у председателя? Как это отражается на налогах и так далее? То есть там странные вещи какие-то творятся. Да, у вас можно узнать? ГСК-21. 21. ГСК-21 в Бийске. Это вот на горе. А вы скажите, пожалуйста, вы как относитесь к этому ГСК? А у нас гараж там. У вас там выделен гараж? У нас там, ну как, он... Как вы спросите? Я в составе ГСК. В составе ГСК. ГСК-23. Оформлен договор аренды, да, у него? Ну, членская книжка, да? Нет, нет. Земля. А я так не вижу такого. А у нас есть вообще густо? Вот. У нас просто членская книжка. А договора никакого нет, по-моему. Нет, такого, скорее всего, председателя ГСК. Комаров, Вячеслав Владимирович. Там рейдерский захват какой-то был, типа революция, что-то. Подождите, а у нас нет договора аренды с ГСК-21. А это что? Смотрите, а вы специалист? Можно я вам прочитаю вот некоторые вывески, которые я нашел на сайте? Например, вот Аудит IT-2001. Может, вам будет интересно? Ну, если, да, давайте попробуем, может, я тогда вас просто сористирую, куда обратиться, потому что у нас, вы позвоните сейчас в отдел, который, как бы, занимается арендными платежами, то есть работает с заключенными договорами аренды. Вот у нас в ГСК-21, заключенного договора нет. А другие есть в ГСК? А другие есть в ГСК, да? Ну да, которые оформляли договоры аренды, конечно. Ну, там что-то странное произошло, понимаете? Там другого председателя убрали, потом еще одного убрали, а теперь какая-то вот банда там образовалась у нас. Так вам надо знать, как у вас оформлен ГСК. У нас... И вообще у вас земля под вот этим гаражным оперативом оформленным, каким образом, или нет? Я не знаю. А я не знаю. А вот скажите, пожалуйста, зависит ли налоги, допустим, от того, сколько членов там и сколько они платят денег председателю? Ну, вот смотрите, по оформленным договорам аренды количество членов нас вообще не волнует. Нас волнует площадь земельного участка. Мы насчитываем арендную плату. Я не знаю, как налоговики рассчитывают налог. Это как бы, ну, нужно в налоговую инспекцию обращаться. Вот. А мы площадь... Если мы рассчитываем под площадь УГСК, вот нас волнует только площадь земельного участка, которая на УГСК. Количество... Людей интересует. Людей владельцев гаражей нас не интересует. Только в том случае, если они начинают по гаражной месте выводить земельные участки под своими гаражами в собственность. Тогда под гаражным оперативом мы площадь уменьшаем. И, соответственно, опять же, по той площади, которая остается в аренде, по той рассчитываем. Вот это как бы... Вот такой параметр. А у вас информация есть сколько в собственности? Тоже нет, наверное. Нет, нет, конечно. Нет. А вот смотрите, как вот реагировать на такие сообщения? В бухгалтерском балансе организации за последние два года значится отсутствие активов. Или вот, в 22-м году у организации не было выручки, как и годом ранее. Или вот, у организации по состоянию на 31-е, 12-е, 22-го чистое активы равно нулю. Или вот, за 22-й год фирма получила нулевую прибыль. За год... Ну, это вам, где-то с юристом нужно, либо с экономистами, как-то консортироваться. Я вам объясню. Это, скорее всего, от налогового что-то зачитываете, там, потому что раз активы и все такое прочее. Скорее всего, там что-то по юридическому лицу, по вашему... Тем более, по телефону как бы сложно. А как можно узнать, подскажите, сколько там вот членов платят, да, сколько денег, допустим, себе берется, сколько там... Да, это вообще не наша компетенция. Как мы это можем сказать? Это... А чья они подскажете? В налоговой сказали, тоже не скажут или не знают. Так это, скорее всего, по управлению ГСК. Так оно может написать... А там бизнес-фирмы какие-то. Может быть, он за 10, значит, гаражей в костюм пускает, а за остальных 490 себе берет. Как узнать, где это? Не у него же узнавать это. У него может одна тетрадка или две тетрадки быть? Одна тетрадка для себя, другая для членов. Ну, я не могу вам ответить на ваш вопрос. А государство как вот это вот учитывает информацию? Никак? Проверка у него должна быть вообще порядочной? Нет, как? Где узнать-то? Вот я вам еще раз говорю. Если был ГСК, был заключен договор о ренде, мы по своим компетенциям могли бы вам ответить. Как мы можем проверять, как не можем проверять. Так как у нас договора нет, мы сейчас... Я понял, понял. Понял вас. Как я вам отвечу? А государство его обязывает заключить с вами договор или нет? Ну, он может быть оформлен в собственность у нас. А. Как крышка или как ли? Да кого нет? Естественно, использование земли бы по земельному кодексу платно. То есть это либо частная собственность, ну, зарегистрированная, либо это аренда. Я понял. А так он вообще не платит, что ли? Никуда? Я откуда знаю, но аренду не платит. Аренду не платит за землю? Договора аренды нет. Такого арендатора, как ГСК-21, у нас нет. Я... Это... То есть с ним мы не сотрудничаем. Больше, как бы, я вам ничего не могу сказать. А куда обратиться? Не подскажете вот в администрации больше? К кому? Нет? Кто-то может сказать? А ННН видите вы какой-нибудь? Вот вашего ГСК? Так, ННН вижу, да. Скажите, может, что-то ставка? Комаров Вячеслав Владимирович, ННН. Так, поскольку по две цифры, да? Да по три, может. По три. 220. Так у вас как индивидуальный, что ли, не ГСК, или Комаров Вячеслав Владимирович, это южный председатель? Председатель, да. Он бухгалтер и так далее. А что лицо КГСК не зарегистрировало? Слушайте, я даже вот не знаю. Это номер Комаров Вячеслав Владимирович? Да. Номер ННН. 220. 410. 004. 024. Да, да. Ну, это, скажите, это что-то странное или это в порядке? Ну, это, скажите, это что-то странное? Или это в порядке вещей, то, что происходит? Не подскажете? Я не понимаю, что же происходит. Как я могу сказать, странно это или не странно? Ну, вот я тоже задался вопросом. Где можно узнать, сколько он берет денег и куда девает? Ну, это к нему, наверное, нужно вопрос. Правление созывать. Пусть отчитываются. Так, я так вам отвечу, что у вас там происходит. Тем более, по телефону. Так они не зарегистрированы в администрации, да, вы говорите, то есть? У них нет договора аренды. Вот это я вам говорю. Что вы понимаете под фразу зарегистрировано в администрации? Ну, то есть вы не знаете, что такое ГСК существует или как? Администрация. Договоры аренды с таким ГСК не заключено. И в частную собственность оно не выведено, да, имя? Не знаю. Частную собственность мы не видим. А кто видит? Какой-то другой отдел или как? Я не очень понимаю. А там неизвестно вообще оформлено, земля не оформлена. Ничего не знаю, мы кроме фамилии, председателя и названия. ГСК, все. Ага. А налоговая их видит как... Я не знаю компетенции налоговой, ну, правда. Да я ничего... Я так бы вам ответила, что я по вашему запросу, вот все. Договора аренды заключенного нет, все. Понятно. Больше я вам ничего не могу сказать. Да я понял, понял. Угу. Ладно, спасибо. До свидания. Да не за что, до свидания. Угу. 11.44, 26. Февраля 2024 года. Так вот, Морябийска, 8.384, код города, 32.82.00. Значит, звоним. Ну да, действительно, кто-то там должен заниматься горожанами. Со странной формой собственности. Здравствуйте. Здравствуйте, Русалина. Это Илья Александрович вас беспокоит. Это не Русалина, Русалина. В отпуске меня Вероника зовут. Вероника. Ага. Голос у вас похож. Дело в том, что я, меня зовут Илья Александрович, я хотел бы узнать, у вас кто-то занимается, мы не можем заплатить за гараж. Дело в том, что сейчас вот по 338-му вышел закон, что только через электронный платеж, видимо на расчетный счет. У организации должен быть расчетный счет. На мои предложения председателю вывесить расчетный счет. Вот он через два месяца наконец-то вывесил. Но это оказался номер карты. Номер карты. А расчетного счета у него должен быть. Ну, я хотел бы знать, что там за форма собственности у этого гаража. Кто-то у вас занимается в мэрии гаражами? Ну вот вообще да, то есть там же зависит от того, гараж в аренде или, то есть вот это вот все. Ну ГСК он, ГСК он старый. Позвоните в управление муниципальным имуществом, они там занимаются гаражами. Ну я дело в том, что звонил, уже пытался, там даже с кем-то разговаривал, сказали, что он, ну, обычно они сдают в аренду землю, а это они не знают об этом гараже, ну, ГСК-21, не слышно. Так, так, сейчас секундочку, я подумаю. Так, ну может быть вам в финансовое управление обратиться? Ну да вы давайте и тот, и тот какой-нибудь там разный, может кто-то что-то знает. Так, давайте финансовое управление, 22-14-42. А кого спросить там, директор? Ну там, в приемной вам девушка ответит, она вас там переведет. Ну, чтобы знать, как кого спросить. Ну вообще у них начальница, ее зовут Екатерина Геннадьевна. А фамилия? Солосина. Солосина. Ну а еще что-нибудь может есть там кто? Так. Налоговая может быть. Если переведешь на счет личный, а не на расчетный счет, налоги не будут браться, закон не будет действовать. Налоговая личная к нам не относится, как бы, к муниципальному, это государственно, это вам прямой звонить в интернете, просто посмотреть номер. Ну все как бы это к государству относится, и мэрия, и налоговая, и так далее, да? И ГСК. Ну, вы же видите, мы не курируем же налоговую. Ну это понятно. Ну кто-то что-то должен знать все равно. Ну вот попробуйте финансово позвонить, но в налоговую там уже сами обратите. Ну а имущество какое-нибудь там? Ну вот имущественное дело у нас только вот куда вы звонили. Что-то мы сказали, что только они землю оформляют. Вот, но больше я даже не знаю, как бы там, куда вас еще это можно направить. Ну а заместитель мэра какой-нибудь там, где-нибудь близко к этому? Я не знаю, какой там. Ну он вам по оплате, он вам не подскажет. Ну мне не по оплате, мне хотя бы узнать, что это за ГСК, там, как он существует, форма собственности у него там, что-то в этом журе. Ну а вы не пробовали заказать справку на сайте публичная кадастровая карта? А там нету, там этой информации нет, ни расчетного счета, там как-то странно. Ну там нету, но именно там про собственников в принципе должна быть информация. Ну нет, не пробовал. Ну хотелось бы вот, там все-таки это же какие-то коммерческие структуры, да, предоставляют эту информацию, общедоступную. Хотелось бы, чтобы как-то вот представители власти прокомментировали. Я не знаю, может быть, вам все-таки вот если обратиться в управление муниципальным муниципальным, чтобы они вам именно сказали, кто собственник там, если они это предоставляли землю ему? Ну там постоянно меняются, и отчетности никакой нет там за 2018 года, да, по-моему. Там нету, сколько они там, о деятельности их сильно никакой нету, вообще доступной, ну, в общем доступе нет. Ну вот тогда, скорее всего, вам даже финансово не надо звонить, если этого нигде у нас не числится, только тогда вам в налоговую обращаться. Ну в налоговую там не дозвонишься, я как-то пытался звонить. Ну а вы едете сразу туда, и все, там женщина вас проконсультирует. Ну а вот мне бы счет узнать, мне в принципе, хоть он пускай переводит там куда-нибудь на офшоры киперские, мне это не надо. И кто там, мне хотя бы узнать где-то, и в банке Тинькофф не комментируют, что, допустим, вот, принадлежит ли эта карта хотя бы к банку, но банка Тинькофф к ГСК-21, или там счет, вот я в Сбербанк звонил, никто не говорит, есть ли у них счет в публичном доступе, нигде нет вот этого ГСК-21. Ведь если он работает на территории РФ, да, юридическое лицо, значит, у него должен быть счет, значит, он должен быть в общественном доступе, а его нигде нет. И председатель вывесил карту. Значит, что-то там, ну, по крайней мере, это не мое дело, мне просто нужно заплатить, да, а государство само пускай разбирается, мне это не важно, понимаете, да, просто заплатить. Мне они не нужны. Что они там делают, это не мое дело, дело государства, они же государства. Ну, я поняла, что вы говорите, но я бы говорила, вы попробуйте все-таки лучше туда, потому что мы в администрации, если управление муниципальным имуществом, у них нет такой информации, то, скорее всего, никто не знает. А вы, да, может быть, мэр заинтересуется, что там происходит, тоже ГСК-21, вот там Комаров Вячеслав Владимирович, какой у него номер-то? Есть у него номер, да. Давайте я его номер продиктую, может, кто-то там заинтересуется, что там происходит. Давайте. Давайте. Так, где, Катя? 8-903-949-84-68. Председатель ГСК-21 Комаров Вячеслав Владимирович. С 2018 года он там. Ну, чтобы он хотя бы вывесил счет этот, вместо карты своей, или чьей там, я не знаю. И все. Хорошо, подавал. Мэру передайте, может, он кому-то передаст. Ну, хорошо, спасибо. Ладно, ага, все-все, до свидания. До свидания. Ага. Неперинятых вызовов. Звонили 7, плюс 7, 999-403-78-00. Нифига себе, да. Так, мэрия, финансовое управление, 22-14-42. Екатерина Геннадьевна Савосина. Видимо, начальник. Финансовое управление, собрадение. Здравствуйте, меня зовут Илья Александрович. Мне бы Екатерина Геннадьевна Савосина услышать. 221-440. 221-440. А вы соединить не сможете? Нет. Спасибо. Так, 221-440. Екатерина Геннадьевна. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Илья Александрович. У меня вот вопрос такой. У нас ГСК-21, вот, вывесили счет для оплаты, значит, на карту. Мы просили председателя расчетный счет вывесить. Значит, там... Подождите, вы куда звоните? Ну, я хотел бы узнать, как-то можно оформить собственность и узнать, и вообще, вот, что происходит у нас в стране? Вы куда звоните? Это финансовое управление, да? Ну, это финансовое управление. Вопрос-то в чем? ГСК... Может, что-то где-то узнать, может, в базе. Я хотел бы узнать счет расчетной публичной организации ГСК-21. У нас там гараж, мы хотим заплатить. Вышел закон же, вот, 338-й, что только на электронной. Значит, там учет какой-то. Но он, наверное, не имеет права на карту личную принимать платежи. Расчетный счет как-то можно у вас узнать? ГСК-21. Чей? А? У нас нету такой информации, из чего это у нас-то. Вы можете также дать наличкой. Нет, ну, а наличкой нельзя. Скажите, ваша организация. Нельзя наличкой. Закон четко, ФЗ-338, что только электронные платят. Можно, можно, он противоречит Гражданскому кодексу, можно наличкой собирать. Я с удовольствием консультировала по этому поводу. В удовольствии добились, чтобы вот платить по карте, нам вывесили расчетный счет у нас. Ради бога, можете на расчетный счет, но никто вам не запрещает наличкой тоже сдавать. А в ГСК отдельный закон вышел по ГСК, какая-то там, понимаете, там вот четко написано, что нельзя наличкой. Дело в том, что они там учитывать как-то их хотят, что-то там хотят. Ну, у нас точно в финансовом управлении расчетных счетов, информации о расчетных счетах в ГСК нет. Ага. А скажите, может работать юридическое лицо без расчетного счета зарегистрировано быть или нет? Ну, если у него только касса, ну почему бы нет? Скажем, только по наличке, но только он должен, как сказать, соблюдать гражданский кодекс, где четко прописано, что расчеты в рамках одного договора с одним контрагентом, ну или в принципе с одним контрагентом не более 100 тысяч рублей. То есть, если в федеральном законе, в том же о садоводствах и огородничестве, по-моему, называется, там четко написано, только на расчетный счет. Но есть гражданский кодекс, который говорит, что вы можете наличкой. То есть, один закон противоречит другому. Да, но это более новый закон, более новый. И сейчас все в цифру у нас. Можно сдавать наличкой, но не более 100 тысяч рублей. Но у него там доход-то под миллион все-таки будет, он собирает. С одним юрлицом. А, с одним юрлицом. Причем десета. Понятно. Ну вот опять же неизвестно, что будет, если заплатишь наличкой. Дело в том, что он же проходит там где-то... Он же вам должен приходный ордер выдать. Ну вот чек простой, как обычно. Квитан. Не чек, не чек. Если вы издаете наличкой, вам выдается приходный ордер. А что это такое? Которым будет прописано, за что вы издаете. То есть, там будут написаны условно членские взносы там. Или за что вы? За электроэнергию. Пишет, членские взносы там, гараж номер 15 условно. Там Иванов Иван Иванович. За такой-то период. И у вас есть корешок приходного ордера, который подтверждает внесение ваших наличных денежных средств. Это один вариант. Второй вариант. Если вы платите на расчетный счет. Ну вот, которого нет. Он же должен быть, а его нету. Ну, значит, он его просто еще не открыл. Ну, так он с 18-го года уже работает. Как он не открыл-то? Ну, не открыл, не открыл. Значит, по наличке работали всегда. По наличке. Понятно. А на номер карты он может принимать? Нет. Нет. Ну, вот видите, он вывесил. Значит, что-то там не так. Ну, не может. Потому что... Ну, он, конечно, там, если по-свойски вы его знаете, и он ваш сосед, там, я не знаю, вы дружите. И вы, там, условно, скинули ему на карту, да, и сказали, там, Иван Иванович, там, внеси за меня, условно, эти денежные средства. На приходный ордер-то он вам все равно должен быть. Ну, да. Получится, что я, как бы, у меня и квитков нет, и ничего нет. Конечно, конечно. Да, понятно. То есть вам и у вас должен быть документ на руках. Вы даже когда будете платить на расчетный счет, вы напишите, за что вы платите. Они членские вносы, допустим, за период, там, 24-го года, условно. Понятно. То есть назначение платежа должно быть. Понятно. То есть вы хотите сказать, что закон сейчас, в данный момент, допускает, вот, работу ГСК без расчетного счета, да? В принципе, может он работать. А я думал, что все-таки обязан при открытии. Ну, понятно. Спасибо. Как бы в идеале, да. В идеале они должны быть. В идеале должен быть расчетный счет. Да. А где ГСК-25-то находят? ГСК-21. 21. Это где? Это кирпичная 50, это где магазин Нагорный, вот там на горе. А, все, поняла. Представитель Комаров Вячеслав Владимирович. Он с 18-го года там. Ну, и там какие-то, я не знаю, там какие-то пооткрывались, вот, ремонтные. Там и колбасу делают. Там какие-то предприятия. Ну, это уже не вам проверять. Это пусть проверяет. Те же самые энергетики. Они могут их омолять, как юридические лица. Я согласен. Я просто хочу заплатить и не могу пока. Вот, все. Ну, наличка вы можете вынести. Если нет расчетного счета, наличка вы можете ему внести, но при этом он вам должен выписать расход, приходный орден. Никто не запрещает. Я не буду выписывать вам орден. Тогда что? А смысл тогда? А как вы подтвердите внесение своих денежных средств за этот год? Ну, вот он же обычно выписывал простые квитки. Гараж там 68. Ну, что значит простые квитки? Что вы подразумеваете под простыми квитками? Ну, вот маленькие обрывки бумажки. Нет. Так, должен быть приходный ордер в кассу. Четко. Что вы внесли денежные средства с каким-то назначением платежа. То есть, с кассой, у него должна быть касса и чек еще, да? Чека не будет у него. У него нету кассового аппарата, он не торгует ничем. У него должен банк строгой отчетности в виде приходного ордера. На нем должен стоять штамп. Вверху прямоугольный штамп. Что это условно, там, не знаю, ДСК, номер такой-то, расположенный по адресу такома-то. На самом приходном ордере и на отрывном корешке. И, следовательно, должна стоять круглая печать, которая расположена между основным бланком и отрывным корешком, чтобы у вас тоже на вашем корешке был кусочек печати. Понятно. Ну, хорошо, спасибо большое. До свидания. Мы хотели спросить, вот по системе город, там видно вас, да? Мерлина, два, один, четыре, девять, 149, квартира. Цуриков и Цурикова, Ц. Здесь все по нолям. А это как? Заплачено? Да. За отопление. Мы три дня назад платили где-то там ходили. И сегодня вот звонок какой-то был, что якобы оплатить надо за отопление. Ой, мой. Горячая вода, ну. Не, именно по этому. Отопление. По отоплению. Нету, да? Понятно. Ну, а смотрите, вы же не так давно, а может быть... Три дня назад. Три дня назад. Были выходные, у них не было обновления. Они не обновились и не видели вашего... Может быть. Да, поэтому они вам еще... Понятно. А у меня еще такой вопрос. У нас вот на гаражном катаративе, ну, мы представителю говорили, чтобы он выставил расчетный счет для оплаты членских вносов. Там вот 338 закон вышел, что только в электронном. Ну, он выставил счет, написано номер карты для оплаты, но это не расчетный счет. У вас видно, может быть, ГСК-21, ГСК-20... Это, наверное, лицевой счет, а не было. Ну, вот такой... Ну, вот он, что выставил. Давайте, посмотрите. 22, 00, 70, 03, 08, 90, 25, 75. Вот написано номер карты. Это номер имеет отношение? Ну, как вот там выслечивается, ну, что это ГСК-20... Вот я задачу плачу. Допустим, там, кто? На СНТ армейский, там у них высвечивается. В налоговую звонил сегодня, с разными разговаривал, с заместителями директора, и никто мне не говорит, дескать, это секретные данные, этот счет. Ну, публичный, для оплаты. Ну, как сказать, расчетный счет, дескать, это засекречен в обществе. Председатель тоже его не выставил. Выставил, написал, вот, номер карты для оплаты членских взносов. Ну, карта там же не учитывается. Во-первых, налог не берется, он нигде не учитывается. И не узнать, что это за карта. Ну, то есть... Вот именно это. Ну, да. Я же думала, это лицевой счет. Нет, это номер карты. Надо же знать, здесь какой банк, хотя бы, да? Ну, да. Вот это в Тинькове. Ну, вот... Он выставил свой номер карты, а вы должны ему перекрыть. Мы такие операции не делаем. Я понимаю. А вы можете ввести, вот, в ГСК-21 БИСК, там улица какая? Кирпичная. Кирпичная, 50. У вас может высветиться, нет? ГСК-21. Нет, я не знаю. А. Ну, вот. ИНН даже и есть. Кирпичная. Кирпичная, 50. 50. А там гаражи. Там всяких офисов много. А когда требуете с них лицевой счет? У нас приходят оплачивать электроэнергию за гараж. Вы не единственные, кто к нам приходит. Но они мне дают лицевой счет. В 21-м к вам приходят с 21-го ГСК? Никакой нет. А я не вижу. Мне просто... Это я два месяца с него требую, чтобы он выставил... Да, лицевой расчет. Не лицевой он, как? Только расчетный. Расчетный. Ну, расчетный, да. Ну, а у нас здесь нету, да? И мы его набираем за счет, и все, и мы оплачиваем. Также показания мы можем... И в общественном доступе нету. Труспрофайл, там много собирают публичные данные разрешенных. Там фамилия, ИНН есть. Все, кроме счета есть. Ее нету. Не найдем. Ну, вот дачу-то мы находим. Вернее, вот где-то в Сибербанк мы заходили. Там, говоришь, СНТ армейский. У нее там где-то она высвечивается. Ну, за дачу платят. Ну, да. Да. У них там открыт, наверное, расчетный счет, потому что у них программы такие в Сибербанке умные. У нас там надо все-все-все реквизиты, чтобы оплатить, не только расчетный. Ну, вот есть ИНН, а, ну, это счет. Ну, я понял, он в общем не видно. Не видно. Хорошо. Будем... Ну, как он, счет? Это лицепой счет. Ну, я понял, там БИК, там несколько реквизитов. А. Расчетный. Ну, да. Если бы мне вот эти все реквизиты предоставить, за которые вы сейчас сказали, ДИК, ИНН, и тому подобное, там будет комиссия СПОГРЫЧ. Это я по своей программе сделаю. Да, это, да, это понятно. Но факт тот, что его нету. А если вам зал не так кажется? Да, а закон нас обязывает. 338-й вышел, что только по гаражам, только по электронным платежам. А получить его нигде, не в налоговый, нигде его нельзя. То есть это секретная информация. А если не заплатишь, значит, у тебя что, ну, за 3 месяца, за 7 метров, какой-нибудь штраф, там, у тебя год не заплачешь, отберут, там, да, там, мафия вообще. Ну, конечно, мы можем платить за электронную для гаража. Не, у нас в электронной для гаража нет, мы не пользуемся, он просто стоит. А, у нас членские взносы. Членские, 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 338-й вышел в закон. Вот. А, членские у нас за гаража, если у вас, собственно, не можно, как по варенье, я не могу. Если у вас есть, если у вас есть. Понятно, ну ладно, не буду задерживать вас, спасибо, извините. Пойдем, выйдем, проходи. Все, включил. 26 февраля 24 года. Так, ну ладно, здравствуйте, вот, там, здравствуйте. Что делать? Так, мы хотели бы узнать, ГСК-21, улица Кирпичная, 50, гаражостроительный кооператив, есть ли там счет у него, расчет на счет, чтобы заплатить. Кирпичная? Кирпичная, 50. Кирпичная, 50. Кирпичная, 50. Кирпичная, 50. для оплаты. На карту уже не платят. Членские. Нужно же расчетный счет. По реквизитам, да. Да. Да вот. Вот то, что он вывесил. Вот. 22 00 72 3. А, ну так это в банкомате вы можете сделать. Нет, так это счет. Счет. Нету надо. Нет, это номер. Вы посмотрите, что это вывесил. Вот 22. Давайте я вам проверю. Это номер карты у человека. Номер карты. Ну он вывесил для оплаты членские взносы. Это не совсем нормально. Сбербанк, наверное, есть на телефоне? Нет. В банкомате так давно. А что нам? Вот на эту карту я не собираюсь. Так это просто перевод. Это перевод. А я хочу официально заплатить. Тем более закон сейчас живущий, вот, в 1938, что он обязывает платить только электронно. Значит, должен быть счет. Налоговый счет. Засекреченная информация, якобы. Расчетный счет этой организации. На который можно заплатить, якобы, секретную информацию. А вообще, он есть в какой-то системе, этой же организации, чтобы для оплаты? Ну да, вот это ГСК-21. ИНН организации. Да, ИНН. Есть, да, ИНН. Ну, посмотрите по ИНН. Вот, 220408-78-97. Вот, ИНН. 220408-78-07. Вы приседите тогда, пожалуйста. Да нет, спасибо. Еще раз нужно повторить. Давайте еще раз. 220408-78-07. Расчетный счет и БИК нужен. Ну, а он там есть БИК? Нет. А организация только есть? Пока не видно. Нужно, нужно расчетный счет и БИК, чтобы нашла организация. Ну, расчетный счет мне и надо. Нам тоже нужно. Вместо того, чтобы вывесить расчетный счет, он вывесил вот эту карту. Карту вот эту вывесил. Нет, не у нас, нет. Адрес есть, я не знаю. У нас программа его наоборот требует для оплаты. Ну, а где его взять-то, если это за секретную информацию? Ну, вы название знаете организацию? ГСК-21. Ну, в интернете посмотрите, позвоните. Ну, там нету. Все, кроме счета, нет. Ну, вот номер их, может, телефоны есть. Позвонили бы им, да, спросили. Я ему звонил. Вот он вывесил вот этот. Да нет, в ГСК в вас позвонили бы. Ну, вот я председателю и звонил. Да, вот он вывесил. Вот он вывесил номер карты вместо счета. А где узнать-то можно? Ну, в ГСК только и узнать. У нас-то нет общей базы. Вы нам те, которые реквизиты приносите, мы по ним оплачиваем. Ну, вот, например, СНТ Армейский же. Вот попробуйте, у вас есть, мы платили у вас. Адрес какой? Ну, я не знаю. Какой? Ну, название СНТ Армейский. СНТ Армейский. Тоже по реквизитам, значит. Какие вы нам бумагу приносите, там, ННР, расчетная щетка, КПП, БИК, КПП, вот это все приносите, мы их вбиваем и оплачиваем. А если у вас ничего не такое, у нас ничего не такое. А оператор, она вбивала СНТ Армейский, они подкачиваются. Ну, и высвечиваются. Они же все разные. Какие-то высвечиваются, какие-то нет. Ну, а где в государстве можно узнать? У вас же считается государственным банк, да? У нас общей базы к этому нету. Ну, банк-то как бы государственный считается? Ну, как не государственный. А откуда он живет? Что же? Ну, а Путин говорит иногда, что в государственном банке. Государственное, да. Но у нас тогда более государственного банка нету, чем этот. В общем, нигде не узнать. У нас нет. Где они могло вам подскать, как в интернете есть. Ну, хорошо. Значит, его нету. Ну, все. Ну, еще какой вопрос у тебя есть? Ну, а если он, допустим, если этот расчетный счет будет, еще раз запросить у него, если он какой-то предоставит, то он высветится там, какая организация? Ну, если база есть такая, то она подтянется, да. А вот в какой базе? Значит, она, посмотрите, закон же у вас. А вот если, говорят, может вот этот номер карты быть привязан к какому-то счету, допустим. Так это, если это карта физического лица, так я вам и говорю, что в банкомате может перевести лица. А как вы знаете, физическую она или юридическую? Ну, я просто вижу, что этот номер карты просто человек. Все, это уже ваша ответственность. Вы же откуда-то взяли эту карту. Где-то председатель вывисит? Нет, она висит там, в этом гараже, на доске. Там написано номер карты для оплаты членских взносов. И там табличка, что это для оплаты членских взносов. Прямо вот на табло. Ну, значит, так, наверное, и есть. Я же не знаю. Ну, значит, нет. А нам как узнать, что это такое? Что это за номер? А кому принадлежит? Вы можете сказать, это как? У нас есть фотография, вот это вот тендер, где все это написано. Это Комаров Вячеслав. Ну, посмотрите, можете... У Сбербанка, наверное, есть у вас? Нет, нет у меня. Ну, давайте паспорт. Паспорт? Ну, я, судя по фемии Александровичу. Без паспорта они вообще ничего не сделают. Ну, это не мой счет-то. Да, я понимаю, но я могу просто с вашего профиля попробовать бить вот эту карту. Так это я и сам могу, наверное, где-то дома, да? Ну, да, это в банкомате и дома вы можете сделать самостоятельно. Через Сбербанк онлайн, да? И может быть у меня отобразится фамилия, имя, отчество. Я спрошу, у вас такое это? Вы тому хотите отправить человеку или не тому? Да не человеку мы хотим, а организации. У нас организация, закон вот этот 338-й обязывает платить только на электронный счет. Закон вышел вот в этом году, в том же году. Значит, требуете реквизиты у вашего... Затребовали. Там же аудиозапись есть, где у него требуется расчетный счет. Он вывесил вот то, что вывесил. Ну и все. Ну ладно, спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Так, межрайонная инспекция ФНС России номер один по Алтайскому краю, где, собственно, и числится ГСК-21 в открытой информации rostprofile.ru, где нет лицевого расчетного счета. И начальник ФНС этой, номер один, межрайонной по Алтайскому краю, Савенко, Алексей Петрович, 255072. Попробуем позвонить. Ну, а трубку зачем взяли? Разве так делается? Берется трубка, деньги начинают утекать прямо в ФНС. Опосредованным путем через компанию Теле-2. Договорник. Ждите ответа, ждите ответа, ждите. А мы не будем ждать. Так, 8800-222-222-222. О, елки. Эй, аккуратней. Мы знаем, кому обратиться. Что ты говоришь, товарищ? Где мои деньги за продажи золота, алмаз, газ? На карту, почему не идут? Все в Америку идут. Эй, ты что говоришь? Давай оператором соединяй. Оператор, специалист, давай. Ты что, куда? Какая задолженность? О, да, да, давай. Хорошо, хорошо. Да какая задолженность? У Америки задолженность перед Россией. Все туда идет. Эта страна банкрот. Грабят Россию. Оператор, специалист. Давай, давай. Оператор. Оператор, вопросы по имущественным налогам, налогов и задолженность. Живой человек. Оператор, 0, да? Нажмите 2. Единный налоговый счет. Нажмите 3. А где вычет из Америки, дынь-да? Русский. Нажмите 4. Вопросы государственной регистрации. Нажмите 5. Вопросы по самому планету. Нажмите 6. И все, а 0? 0 нажимаю. Я повторно прослушивание. Да ты что, ну давай 5. Оператор, нажмите 0. 0. В целях повышения качества обслуживания в него записывается. Продолжая разговор, выдаёте согласие на обработку персональных данных. Пожалуйста, после завершения разговора оцените качество обслуживания. К сожалению, все операторы заняты. Оставайтесь на линии. Вам обязательно ответят. Время ожидания от этого оператора составляет 3. Деньги вывезли из России. Классика. Вечная классика. 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 Забываешь, что вывозят лес, алмаз, золото из России. Что народу не копейка на счёт лет. Что такое? Налогоплотенщик. В соединении с Пентагоном слышит. Будет говорить. Оно зрадимое. Да ты что? Отвечаешь? Время ожидания от этого оператора составляет 2 минуты. 2 минуты подождём. Ну сколько за 2 минуты из России газ, нефть перекачает сухой? Время ожидания от этого оператора составляет 2 минуты. Цены растут. Причём на касте они вырастают ещё больше. Ага. К сожалению, все операторы заняты. Оставайтесь за линией. Вам обязательно ответят. А ты не обрадуешь? Добрый день, оператор. Светлана, представьтесь, пожалуйста, Ваши фамилии, имя, отчество. Прямо имя, отчество Вам представится? А Вы представьтесь, Светлана, как Ваши фамилии и имя отчества? Очень приятно. Я спрашиваю Ваши сведения, потому что мы работаем согласно регламенту. В контакт-центре ведётся регистрация каждого обращения. Илья Александрович меня зовут. Илья Александрович, и фамилию, пожалуйста, Вашу. Ой. А Вы на меня деньги насчитаете? Я боюсь. Вы отказываетесь от регистрации? От регистрации? Я от гражданства Вашего отказался. РФ. Я хочу заплатить... Подождите. Не нагнетайте. Я хочу заплатить за гараж в ГСК-21, город Биск, Алтайский край. Председатель вывесил на просьбу предоставить расчётный счёт, вывесил номер карты. Предлагает, видимо, заплатить. Организация называется ГСК-21, гаражно-строительный кооператив, номер 21, город Биск. Председатель Комаров Вячеслав Владимирович. Значит, я хочу узнать номер лицевого счёта, чтобы заплатить за гараж. Не на его карту, а на лицевой расчётный счёт. На расчётный счёт. Сообщите мне расчётный счёт кооператива ГСК-21. Есть ИНН у ГСК-21. Записывайте. 2204... Мы не можем продиктовать. Что? Сергей Александрович, у нас таких сведений нет в контакт-центре. Под номер расчётного счёта я вам по телефону не продиктую. А что это, секретные данные? У нас в контакт-центре нет общей налоговой базы. Личных данных налогоплательщиков... Соедините меня с начальником вашим. Кто у вас самый главный начальник там ФНС, кроме Путина? Вы сейчас звоните, во-первых, не в налоговый орган, а вы звоните в контакт-центр. Ну, там не отвечают в вашем налоговом органе ФНС номер один межрайонной инспекции по Алтайскому краю. Ну, я могу контактные номера посмотреть, уточнить с вами. У нас таких сведений в контакт-центре нет. Мы не видим личных данных налогов. Ну, там не отвечают ваш начальник Савенко Алексей Петрович. Не отвечает. Это не личные данные, это организации данные, которые предлагают... Вообще, организация может без расчётного счёта работать? Давайте я вас по данному вопросу переведу на эксперта. Оставайтесь на линии, пожалуйста, трубку, мне классики. Спасибо, спасибо. Номер телефона будем вас регистрировать? Нет. Меня нет в России официально. Как вы меня будете регистрировать? Что вы? Оставайтесь на линии, пожалуйста. Как можно? Что вы делаете? Как можно? Здравствуйте, эксперт Ксения. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Илья Александрович меня зовут. А вы эксперт какой? Настоящий? В плане... В плане... Меня интересует... Я... Значит, у нас гараж в городе Бийске, Алтайского края, ГСК-21. ГСК-21, председатель Комаров Вячеслав Владимирович. Значит, на мою просьбу вывесить расчётный счёт для оплаты членских взносов в ГСК, он вывесил номер карты. Значит, вот федеральный закон 338 обязывает, ну, собственно, заплатить нас по электронному способу, да? На расчётный счёт. Значит, расчётного счёта нет. Может, организация... Давайте я вам продиктую ИНН этой организации ГСК-21. Вот записывайте. 22, 04, 08, 78, 07. Ну, скажите мне номер, собственно, лицевого расчётного счёта этой организации, чтобы я мог заплатить членские взносы. Не на какую-то карту, а по закону, да? На расчётный счёт. Для получения сведений о расчётном счёте нужно обратиться в эту организацию. В какую? У нас нет сведений. А у меня тоже нет их. А в открытом доступе их тоже нет, этих сведений. Так вы обратитесь к председателю, уточните эту информацию. Я обратился к нему. Есть аудиозапись, обращение. Вывесить расчётный счёт. Он вывесил лицевой счёт. Вывесил номер карты. Это законно? По поводу законности, давайте уточню информацию. Нет, а вы можете мне... У этой организации, она вообще зарегистрирована там у вас в налоговой? Да, организация зарегистрирована. Я сейчас по ННН проверила информацию. Ну, расчётный счёт есть или нет? Регистрация есть, а организация действующая. У нас нет информации по её расчётным счётам. А у кого есть, если не у налоговой-то? У организации самой. Подождите, я же вам объясняю. У меня есть аудиозапись разговора с председателем Комаровым Вячеславом Владимировичем, где бы было сказано, вывесите расчётный счёт для оплаты за членских взносов. Он вывесил номер карты. Как вам ещё объяснять? Скажите мне номер лицевого счёта или нет его, этого счёта? Может ли он работать... У нас нет такой информации в контактном центре. По поводу расчётного счёта. Позвоните, у кого есть. Вам по телефону информация по расчётным счётам не озвучит. Как не озвучит? Нужно либо обращаться в свой этот ГСК, уточнять информацию, либо можно подать запрос в налоговый орган по месту учёта. Но, опять же, если это не должник, сведения о чужих счетах вам не предоставят. О каких чужих счетах? Вы считаете себя государством РФ, да? Ну, хорошо. Тогда вы в правовом поле работаете, вы вывешиваете... Это же тоже член этого государства, Комаров Вячеслав Владимирович. Он предоставляет номер карты для оплаты для людей счёта. Членских вносов, да? На карту. Какая это... Это никакая не секретная информация, чтобы её скрывать в обществе. Почему её нет? Я задаю вопрос. Почему её нет в открытом доступе? Кто её засекретил, номер счёта? И почему мне предлагается оплатить на какую-то карту? Значит, меня подставят в государстве, и потом выпнут из гаража за неуплату. Что происходит в этом государстве? По поводу правомерности оплаты на карту я могу уточнить информацию. Право, верно ли это или нет? Вы скажите, у этой... По поводу расчётных счетов? Расчётных счетов информации об организации у нас нет. У вас нет. Закон у этой организации нет расчётного счёта, я так понимаю? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Так, не могу. У нас таких сведений нет. А у кого они есть? У самой организации. Ну, вы же и есть телефон этой организации? У нас такой информации нет. Ну, уточните, где у кого есть такая информация. У нас нет контактной информации организации. Мы не справочные. А это не контактная информация организации. Это как раз касается вас, налоговой службы. Я могу номера телефонов вам налоговой инспекции предоставить. Да там не берёт начальник трубку? В данном случае контактных номеров каких-либо организаций у нас не содержится. У нас есть только контакты налоговых органов. И также сведения о расчётных счетах организации у нас тоже не содержат. Но вы же смотрели ННН? По ННН я могу выписку из игрок посмотреть. И вам могу подсказать, где вы можете самостоятельно её скачать. Но там нет информации ни контактной, ни расчётных счетов. Ну вот её нет в общественном доступе информации. А мне предлагается платить на какую-то карту. Значит, государство ваше не работает? Отправьте запрос, что такой-то вот ГСК-21, город Бийск, улица Кирпичная, 50, вывесил карту вместо расчётного счёта и собирает оплату с людей. Само государство без моих заявлений и прочих, пожалуйста, разберитесь в своём государстве, в своей налоговой, что там происходит. Значит, с моих денег не будет браться налог. Это раз, да? Значит, ещё там нарушается закон ФЗ-338, который вы приняли об оплате только по электронным счетам. Составьте рапорт внутренний. Никаких документов, никаких рапортов я не смогу отправить. Контактный центр предоставляет только справочную информацию на основании налогового кодекса. Ну вы мне... Потому что я могу уточнить, это правомерно ли действительно выставление вам сведений для перевода на карту. Но если вы хотите заявить о неправомерности, это письменное обращение ваше лично в налогового кодекса... Я имею в виду обратиться в Государственное обращение в том числе и устно. Зачем вы меня толкаете на письменное обращение? Нет, я применить не смогу. А зачем вы сидите? Принять какое-либо заявление мы не можем. У нас нет такой технической возможности. Нет, вы внутри своей системы разобраться можете? Почему у вас человек зарегистрированный в ФНС, юридическое лицо вывешивает карту для оплаты? Мы никаких разборок не проводим. Мы предоставляем только справочную информацию. Вот я и спрашиваю про расчетный счет организации. ГСК-21 в городе Бийске, улица Кирпичная, 50. У нас нет информации по расчетным счетам. А где есть эта информация? У самой организации ГСК-21. А зачем вы меня отправляете в ГСК-21? Я вам объяснил. Я звонил в ГСК-21, мне сказали. Мне вывесили вот номер карты. Я звонил теперь в ФНС, чтобы узнать счет. Или на каком основании у него нет счета до сих пор. Он работает с 2018 года. Проверить информацию по счету я не могу. У нас нет таких сведений. По поводу правомерности... Мне не надо информацию по счету проверять. Я вас спрашиваю, существует ли счет расчетный в организации ГСК-21 в городе Бийске. Нет у нас такой информации. Нет. Выяснить вы не можете? Нет. Все. А почему вас не берут трубки в самой налоговой службе? Это вот что? Это вот горячая линия ваша? Куда можно позвонить, чтобы выяснить? В Бийске. Налоговая инспекция номер один. Могу номера телефонов предоставить вам. Предоставьте нам телефоны. Записи. Начальника мне не надо. Вот этого Савенко Алексея Петровича у меня есть. Дальше. Заместители его предоставьте. Одного, второго, третьего, специалистов. Называйте телефоны. Могу номер телефона отдела работы с налогоплательщиками вам предоставить. Запишите. Зам начальника есть телефон? Зам Савенко. Как информация. Нету? Телефон приемный только один. Да, могу его продиктовать вам. Да, я знаю. 25, 50, 72. Да, все верно. Давайте какие есть у вас телефоны еще? Отдел работы с налогоплательщиками. Запишите, пожалуйста. 38, 54, ход города. Я знаю. Дальше. 25, 50, 71. Угу. Добавочный 17, 48. Угу. Еще кто есть? Есть правовое дело, например. Давайте. Добавочный могу продиктовать. Телефон тот же. Добавочный 17, 15. Угу. 17, 19. 17, 15. 17, 19. Это все добавочный? Да, это все добавочный. К тому же телефону. Так, и есть еще общий добавочный отдела кадров профилактики коррупционных и иных правонарушений безопасности. Запишите? Да, запишем. 15, 34. Добавочный тоже. 15, 34, да. Ясно. Все, да? По работе такие, по-моему, тащи. Да, по контактам есть еще камеральное отдело, если нужно, могу тоже продиктовать. Не знаю, что это такое. По проверке. Ну, проверяйте декларацию отчетности. Давайте. Камеральный. Так, ну, в данном случае, пару секунд по юридическим лицам. Ну, например, добавочный 15, 96 по страховым взносам. Так, ну и налог на прибыль организации 15, 82. А основной-то телефон, который нужно будет, это 25, 50, 25, 50, 71 или 25, 50, 72, а потом набирать номера? Или какой основной-то? Нет, 71 по-моему, да. Вот вы не сказали, я бы не попал, да. Ну, все. Спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания. Так, федеральная налоговая служба по Алтайскому краю, ФНС, номер один, межрайонная инспекция. 26 февраля. 26 февраля, 25, 50, 71 с добавочными номерами. Погладили в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы, номер один по Алтайскому краю. Уведите внутренний номер. Для отправки факса нажмите 0. 17, 15, 17 опять, что-то она напутала, да? 17, 19. Ну что, вызов опять нажать? Здра. А, нет. Слушайте музыку без интернета и ограничений. Подключение бесплатно. Далее, у оси, мы близки. Для активации сервиса Плеер. Разговор подключено. Алло. Здравствуйте. Вы позвонили в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы, номер один по Алтайскому краю. Уведите внутренний номер. Для отправки факса нажмите 0. 17, 15, опять 17. Вы можете отправить факс после звукового сигнала. 19. 19. 17, 15, 17, 19. Правой отдел. А, все, да? Так, 25, 50, 71. И вот еще добавочные, допустим, 15, 34 наберем. Позвонили в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы, номер один по Алтайскому краю. Уведите внутренний номер. 15, 34. Для отправки факса нажмите. 15, 34 ввел. Добавочные. Не расслышал фамилию. Мария Татьяна Викторовна. Ну ладно. Так, меня зовут Илья Александрович. Значит, у нас гараж в городе Бийске, ГСК-21. Гаражно-строительный кооператив. Значит, вот на просьбу вывесить расчетный счет для оплаты членских взносов. Значит, председатель вывесил, Комаров Вячеслав Владимирович вывесил. Ну, я понимаю, но там не берут трубку. Вывесил, значит, номер карты. Вообще. Я хотел бы узнать, в ГСК-21 существует счет расчетный для оплаты членских взносов? Потому что закон 338 вышел, что оплата только в электронном виде, а счета нет. Это вам в отдел регистрации нужно позвонить. Это какой номер? Номер ПОДЖУ 255071, дополнительный, добавочный 1730 или 1824, 1823. 1830 или 1824, да? 17, 17. А, 17, 17? Да, да, да. 30, либо 17, 23, 24, 25. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Так, 255071, добавочный 1730. Вы позвонили в Межрайонную инфекцию, Федеральная налоговая служба, номер 1 по Алтайскому краю. Уведите внутренний номер. Для отправки факсы. 1730, да. Налоговая инфекция, тело регистрации. Здравствуйте. А как могу обращаться к вам? Талия Александровна. А фамилия? Чернышова. Чернышова. Очень приятно. Илья Александрович меня зовут. У нас вот ГСК-21 в Бийске. ГСК-21, гаражно-строительный кооператив. Значит, ну мы хотели оплатить в связи с законом 338, что отдельно гаражные кооперативы только по электронным платежам можно заплатить. Председателю сказали, что вывесил расчетный счет. Но он вывесил номер карты. Номер карты. Мы бы хотели узнать, в ГСК-21, улица Кирпичная, 50, существует расчетный счет, чтобы заплатить людям? Расчетный счет УГСК имеется или нет? Да, но там юридическое лицо. Ну, это может председатель запросить эти свидетели. Запросили, он вывесил номер карты. Я хочу вот узнать у налоговой службы. Вы не узнаете налоговой службы, это налоговая тайна. То есть запросить может само юридическое лицо в лице своего руководителя. В смысле? Вот. В прямом смысле. Подождите. У меня есть телефонный разговор, где я просил Комарова Вячеслава Владимировича, председателя ГСК-21, улица Кирпичная, 50, вывесить расчетный счет. Он вывесил номер какой-то карты. Вы хотите мне сказать, что это секретно? Он пусть запросит справку о своих расчетных счетах, ему эти сведения предоставят по запросу. А мне кто предоставит? Он может... А вам никто не предоставит эти сведения. Ах, никто. Так вы меня вынуждаете... Вы меня вынуждаете платить на какой-то счет, который мне предоставил председатель? Почему не принуждаю и не вынуждаю? Я вам отвечаю на вопрос. А как федеральный... А как федеральный... Вы меня слышите? Нет. А вы меня слышите? Сведения о расчетных счетах предоставляются юридическому лицу. Вот ваш ДНК действует у лица председателя. Это не открытая информация. А на каком... А кто засекретил от меня счет? Сведения о банковских счетах – это налоговая тайна. Они могут быть предоставлены самому юридическому лицу, в лице председателя. В открытом доступе его нет, этого счета. Понимаете? Его нет в открытом доступе. Про что и речь, что нет в открытом доступе. Сведения о счетах. Он должен быть. Это конфиденциальная информация. Какая конфиденциальная? Я на него хочу оплатить взносы за гараж. Зачем председатель его скрывает? Я сейчас с вами говорю про расчетный счет организации. Самой организации. Да, но он же принимает этот счет. Организация открывает расчетный счет. Он платежи принимает от людей? Я не знаю, куда он принимает платежи. Это уже вопрос не к нам. Как не знаете вы, куда он принимает? И какие вам реквизиты? Ну вот я не знаю. Я вам говорю про предоставление средств на банковских счетах. Вы посмотрите, пожалуйста. Я вам назову ИНН этой организации. Существует ли у них счет? Я не могу. Я ничего вам не могу сказать по этому поводу. А кто мне может сказать? Я вам еще раз объясню. Если я не заплачу за гараж, у меня его отберут. Вы обращайтесь к председателю. Я к нему обращался. У меня есть видео. Налоговая инспекция может предоставить сведения о банковских счетах юридического лица по запросу юридического лица. Мне не нужны сведения о транзакциях или куда он там в Канарские острова их выводит на офшоры. Мне нужно заплатить. Сведения о банковских счетах. Это не сведения о банковских счетах. Извините, это не сведения о банковских счетах. А что, другую информацию мы не предоставляем? Мне нужен номер счета, на который я могу заплатить за свой гараж. Мне не нужно транзакции, куда он там осуществляет или кому он это самает. Если информация у нас отсутствует, куда мы там должны платить за гараж, откуда вы налоговая информация, куда вы должны платить за гараж. У нас есть сведения о банковских счетах организации. Организация пошла в банк, открыла банковский счет. Вот эти сведения банки передают в налоговый орган. А получить их можно по запросу самого юридического лица. То есть в вашем случае... Если закон вышел... Подождите. Федеральный закон 338 обязывает нас, русских людей, оплатить в электронном виде за гараж. А значит мы должны знать номер лицевого счета, этого расчетного счета, этого предприятия. А его нет. Значит нарушается не только этот закон. Там вывешен какой-то счет. Значит вы не будете брать налоги с моего платежа. Значит 338 нарушается. Вы о чем говорите? Какая конфиденциальность-то? Он должен висеть в открытом доступе этот счет везде. А он с 2018 года уже Комаров этот, председатель. А его не вывесил. Вот о чем речь. О какой конфиденциальности-то? Значит люди будут платить его наличную карту. Я говорю про сведения о банковских счетах. Мне не нужны сведения о банковских счетах. Мне нужен номер счета. Тогда это вопрос не по адресу вы задаете. Как не по адресу-то? Я не знаю какой номер счета вы с меня требуете. Номер расчетного счета ГСК-21. Я не знаю номер расчетного счета. Посмотрите, существует он или нет в базе. Я не буду смотреть. Сведения конфиденциальны. Сама организация. Вы председателя послите. Пусть он возьмет справку и вам предоставит. Я не доверяю, допустим, председателю. Я к нему уже обращался. Он предоставит справку официально ответы в налоговой инспекции. За подпищу руководителя. Я ничего не должен. Высорбирована справка. Да я и государству ничего не должен. Никакие справки предоставлять. Государство должно мне предоставить счет для оплаты членских взносов. Ну пусть вам ГСК предоставляет налоговое. Это вам не обязано предоставлять никаких счетов. Как не обязано? Вы государство? Вы что, под каким-то другим законом живете? Вы в правовом поле РФ находитесь? Я вам объяснила. На каком основании вы мне отказываете предоставить информацию? Сосредитесь на закон. Статья 102. Вторая налоговая укропа. О чем она говорит? Налоговая тайна. Какая налоговая тайна-то? Мне не нужны никакие налоговые тайны. Я не хочу знать, куда он переводит и сколько там денег. И сколько с него взимают налогов. Эти информации как раз таки нет. Мы говорим про сведения. Справка о счетах включает в себя реквизиты счета. Номер счета, дату открытия его или закрытия. И банк, в котором открыт этот счет. Вот эти сведения в себя включает справка о банковских счетах. И чтобы ее получить, председатель должен с заявлением обратиться. Ему будет предоставлена эта справка. Но он имеет право работать без расчетного счета в связи с выходом закона ФСЗ-338 об оплате по электронным платежам только? Я вам слышу, что это по городу и сходу на вопрос. Самое юридическое лицо определяется на стол. Плохо слышно вас? По крайней мере, я не знаю, по данному вопросу. Ну кто-то у вас есть? С начальником соедините с вашим. Потому что происходят странные вещи. Возможно, преступления происходят. Меня просят заплатить на чью-то личную карту. У меня ни квитков, ничего не останется. Государство совершает преступления в отношении нас. Вы можете написать обращение письменное. А я не пишу обращение письменного. Я отказался от вашего гражданства. РФ. Но за гараж я заплатить хочу. Вы в государстве должны мне предоставить счет. В том числе и председатели. Председатель скрывает свой счет. Ну вот председатель пусть и предоставляет. Мы-то не почему вам должны предоставить счет, как он. Председателю сведения о банковских счетах предоставляют. А почему вы мне не предоставляете? Я же вам объяснила, что сведения о банковских счетах составляют налоговую тайну. Не о каких-то счетах, а о расчетном счете организации, которая должна быть в публичном доступе общественном. Чтобы люди платили. Подождите, сейчас происходит преступление. Человек собирает на свою карту. Нет, он имеет право собирать на карту членские взносы? Я не знаю. Не знаете, а что вы говорите? А вот вы знаете, что происходит в государстве. И вы мне хотите сказать, чтобы я на эту карту, что ли, какую-то, неизвестно какую, перечислял деньги? Я вам ничего не говорю, это вы говорите. Нет, ну вы мне говорите, что вы мне не предоставите номер счета ГСК-21. Вы же представитель этого государства. Ну вот, да, все верно говорите. Ну не может быть открытый расчетный счет организации засекречен от людей быть. Не может быть такого в обществе. Нет такого закона, чтобы вы засекретили расчетный счет публичный, на который люди хотят заплатить. Не может быть такого. И нужно заплатить. Вы что, хотите, чтобы гараж отобрали, да? Или что? На какую карту я... Какую карту он там вывесил? Вызовите его, спросите, чем он занимается, Кобаров Вячеслав Владимирович. Он подставляет людей. Незаконные махинации там проводит какие-то. Какие это, мне неинтересно. Куда он там переводит эти деньги? На офшоры или там, я не знаю... Вы можете написать это обращение, изложить в этой письменной форме. И дадет куда вследствие. А я не должен ничего писать вам. Контрольное мероприятие, но я вам не смогу ответить на этот вопрос. Вы поймите, вы звоните в отдел регистрации и учета налогоплательщиков. Нашу функцию будет предоставление движения ваших счетов. Я вам объяснила, как можно и учета. Вы с меня даже налог не возьмете. Никакого учета не будет. Куда я буду деньги переводить? Ничего. Вам неинтересно, чтобы человек платил на карту? В смысле, не на карту, а на расчетный счет организации. Оказывается, расчетный счет засекречен от людей. А куда все эти люди платят? Они могут на какой-то другой расчетный счет платить. Совсем не на этот. Вы мне четко сказать должны. Организация ГСК-21 и какой у нее расчетный счет публичный для оплаты. Я точно знал. Чтоб я точно знал вообще, что это я плачу на счет своего гаража. Вы о чем говорите-то? Какая коммерческая тайна-то? Я вам говорю порядок предоставления сведений о банковских счетах. У нас, значит, там что это самое? Больные люди какие-то сидят в правительстве или что? С ними что? Они меня вынуждают платить на какую-то карту. И даже если будет там расчетный счет, они вывесят. Я что, не узнаю, на какой расчетный счет я плачу и кому? Можете обратиться только через суд. СУЗ забросит эту информацию, если у вас там какие-то проблемные дела. Я не знаю. Какие проблемы? У меня нет проблемных дел. Вы создаете какие-то проблемные дела в государстве. Чем мы вам создаем? Вы мне говорите сказать вам счет юридического лица. Вы меня вынуждаете платить на карту. Я вам говорю, что я вам не скажу счет юридического лица. Что эта информация предоставляется по запросу самого юридического лица. Мы пользователи информации, налоговый орган. И мы не имеем права разглашать данную информацию. Что значит разглашать? Что значит разглашать, когда я на нее... Когда это в общественном доступе должна быть информация? У меня встречный вопрос. Почему ее нет в общественном доступе информации о расчетном счете организации? Почему ее нет? Я не знаю, что она должна быть в общественном доступе. Это информация. Ну раз меня закон обязывает платить... Эта информация составляет банковскую... Раз ФЗ-338, ФЗ-338, обязывает меня платить по электронному, значит, счету, расчетному организации, допустим, ГСК-21. Я точно должен знать, куда я плачу в этом государстве. Обращайтесь к государству. Я обратился к нему. Обратился. Он вывесил номер карты какой-то. Я не знаю, что это за карта и куда я буду платить. Вы поймите? Я понимаю, что мы не могли нас в этом помочь. Я не могу даже предоставить сведения о счетах, когда мы привезли сюда. Да мне не надо сведения о счетах. Мне нужен номер расчетного счета о публичной организации. Это вы не надо сведения о счетах. Это и есть ли на счетах номер карты какой-то счета. Это... Ну подождите, а как вы предлагаете платить на нее? И это или именно... И именно, допустим, этот счет этой организации? Может, там что-то другой вывесил какой-то счет? Может, я буду платить за соседний гараж или там, я не знаю, куда. Это вообще что такое? Это государство с ума сошло на эту акцию. Вот кто мошенники после этого? Вы там в автобусах говорите, что какие-то переводители там или... Кто мошенник? Значит, государство осуществляет какие-то мошеннические действия, скрывая даже то, куда платит человек. И это является тайной? Все, да? Все, ладно. Спасибо, до свидания. Что-то помесили какие-то, да. Вас приветствует Барнаульская регендация. По вашим адресам имеется задолженность. Сума задолженности заставляет по одобрению 2558 рублей 78 копеек. Просим вас в течение трех дней погасить на должности производить оклады своевременно. Всего вам доброго. Мы заплатили 22-го... Сколько дней назад? Мы сегодня 26-е, мы заплатили 22-го. Три дня назад. Странно, да? Февраль 24-го года. Журнал. Принято и вызову. Вот сегодня 3.30, да? Да, вот это. 8.30, 8.50, 4.30, 72, 11. Вот это что ли звонил? 13.30, за вот это сейчас. 13.40, 8. 13.40, 8.40, 8.40. А вот разное время, наверное, на телефоне и планшете. Восемь нескольких минут разницы. Трицать восемьдесят четыре, тридцать семьдесят два, одиннадцать. Что за безобразие? Угрозы какие-то. Какие-то угрозы от ФСБ поступают. Чем занимаются вообще все эти демократические люди? Товарищи. Сколько численность? На каких должностях? Какие пустные приказы они выполняют? Мелкие пакости от товарища Путина они выполняют. В этом государстве они нигде не подачем для общества. Они не легитимная власть. И вся эта система «государство» в кавычках. Ладно, давай поедим. Так, четырнадцать четырнадцать. Какое сегодня? Двадцать шестое? Да, двадцать шестое. Февраля 2024 года. Савенко Алексей Петрович, начальник межрайонной инспекции ФНС России номер один по Алтайскому краю. Трубку сняли и ожидайте ответа. Моговая инспекция Бейск, приемная. Добрый день. А с кем я разговариваю? Я представилась в приемной, Алевтина Леонидовна. А фамилия ваша как? Сквежская. А, очень приятно. Илья Александрович меня зовут. А вы меня можете соединить с Алексеем Петровичем Савенко? Алексея Петровича нет, он в отпуске. А заместитель какой-то есть у него? Конечно. А какой вопрос у вас? Ну, у меня прямой вопрос у нас. Мы хотим заплатить за гараж, но в связи с законом 338, что только в электронном виде можно заплатить. Иначе недействительно, да, будут? ФЗ-338. Гараж, гараж, подождите, вы хотите заплатить за гараж как физическое лицо? Или что? Поподробнее. Ну, членские взносы. Закон вышел 338. Значит, председатель на вопрос вывесить лицевой счет, он вывесил номер карты. На расчетный счет. На расчетный счет, чтобы он вывесил. Он не вывешивает его, вывесил счет карты. Я хотел бы узнать вот в ГСК 21 БИСК, улица Кирпичная, 50, председатель Комаров Вячеслав Владимирович. Узнать официальный счет, расчетный счет ГСК, чтобы можно было заплатить. Потому что кому я буду платить, на какую карту, неизвестно. Официальный счет у вас можно узнать? Я не знаю, как вам по телефону эти вопросы, я думаю, они не решаются. Телефон отдела, вы пишите, телефон приемный. Ну, я звонил. Заместитель. Заместитель, да? Приемный заместитель от Алексея Петровича. Гонцева Юлия Баздановна, они на Кирилл опять находятся, отдел. Телефон 25 50 71. Когда автоотвечий проговорит, введите внутренний номер, наберете 17 10. 17 10, да? Это, да, 17 10, это приемная. Вот, и вы, пожалуйста, секретаря попросите, а она вас соединит. А у вас не с кем больше специалистов кто-нибудь, кто там соображает? Нет, никого? Ну, почему? Есть, смотрите, вы сейчас отдел по работе с налогоплательщиком, у нас единый городской 25 50 71, добавочный 17 43, либо 17 48, либо 17... Ну, я вот звонил в 17 30, я звонил к вам, но мне сказали, что не скажут. То есть это секретные данные, но я подумал, как те секретные... Я думаю, что да, вам бы не скажут, насколько я как бы не специалист, но я думаю, что вам не скажут. Ну, подождите, ну, а хорошо, ну, вот смотрите, а как это же должно быть, вы должны, наоборот, контролировать, чтобы это было в общественном доступе? Ну, пожалуйста, вы, пожалуйста, вы на меня время не тратьте, потому что я не специалист, и вам ничего, я могу только вас выслушать. Да. А вот эти телефоны, подождите, 17 30, 17 30, а это кто у нас 17 30? Смотрите, и вот вы сейчас наберите 25 50 71, добавочный начальник отдела, я вам сейчас скажу, Бычкова Анна Александровна, добавочный 17 40. 17 40. Вот пусть она вам все объяснит, да, Анна Александровна. Да. Ну, вы, может быть, тоже директору-то, начальнику своему расскажете, что происходит? Вывесили счет карты вместо лицевого. Вот, я вам... Смотрите, я поняла вас, я поняла. Да, вы сейчас с Бычковой переговорите, я уже не говорила, у инспекторов, начальника отдела, что она мне перезвонит. Ну, хорошо, попробую. Я за это, Фольфи Петрович Логид, я все передам, конечно же. Да, ГСК-21, это, значит, кирпичная 50, значит, там председатель Комаров Вячеслав Владимирович и ИНН у него... Кирпичная 50 Арен? 50. 50. И ИНН у этого гаражного кооператива 22-04-08-78-07. Да, ну потому что оплатить закон... То есть вы оплачиваете и деньги приходят на карту Комарова, я так правильно понимаю? Мы еще не оплатили, но я узнал в Тинькофф банке, сказали, что это не расчетный счет, а карта, какая-то карта. Ну, на карту там же и налоги не будут браться и так далее, и учета никакого не будет. И существует он или нет этот, и что это за карта, мне никто не говорит, да и мне неинтересно. Я хотел бы, чтобы все-таки счет узнать нужно, публичный, но все-таки это не секретная информация. И реквизиты, то это вот то, что я вам рассказала о делах по работе с налогоплательщиками. То единственное, что как заплатить то, что вам нужно, может быть они подскажут вам реквизиты, по каким реквизитам заплатить. Ну да, да. А вообще возможно такое, чтобы юридическое лицо, вот гаражный кооператив этот, и работал без расчетного счета? По закону возможно? Ну, я тоже не скажу, потому что не знаю. Хорошо. Когда на Александровне поговорите, она вам все расскажет. Хорошо, извините, спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания. До свидания. Так, ФНС БИСК, Бычкова Анна Александровна, замначальник ФНС этой межрайонной БИСК, добавочный 17.40. Вы позвонили в межрайонную инспекцию, федеральная налоговая служба, номер 1 по Алтайскому краю. Уведите внутренний номер. Так, 17.40. Бычкова Анна Александровна, да? Ну, как в приемной сказали. Ну, в приемной так сказали, да. Так, все, бросили. Тот же номер 17.10. А, это я не туда знаю. Так, вот. В налоговую звоню. Межрайонная инспекция, федеральная налоговая служба, номер 1 по Алтайскому краю. Уведите внутренний номер. 17.10, да? Для отправки фасы нажмите. 17.10. 18.10. 18.10. 18.10. 18.10. 18.10. 18.10. 19.10. 20.10. 20.10. 20.10. 20.10. так не берут 1743 2 1 2 3 3 5 6 6 7 8 9 9 9 10 11 12 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 13 14 14 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 16 15 А счета организации, это может только директор. Все. Нет, подождите, ну а как же закон нас забежал платить, тот не вывесил. Может у него, узнаете, есть у него счет хотя бы или нет. Спрашивать-то его, возможно ли работа без счета председателя. У него существует счет-то расчетный, ГСК-21. Не знаю. Ну посмотрите, может его вообще нет. Буду я смотреть, потому что это ДСП информация, это раз. Во-вторых, там просто организацию не найти. И вы эту информацию не сможете получить, потому что информацию о счетах выдается директору. Все. Нет, а директор должен ее в общественный доступ предоставить людям. Вы меня услышите? Нет, я вас не услышала. Я не имею права этого говорить. А на каком основании вы не имеете? Потому что это ДСП информация, все. Нет, я должен заплатить за гараж. Вы мне не говорите, куда я должен заплатить. Председатель не говорит, вы же члены этого государства. Вы решаете все вопросы со своим председателем ГСК. Да, а на что вы ссылаетесь? А если он мне предоставит неверный или какой-то другой счет? Я даже не узнаю, у вас на какой, допустим, счет я плачу? Принадлежит ли этот счет этой организации? Хорошо. Ко мне придет другой человек и скажет, дайте мне счета вот конкретно на вас. Как вы считаете? Я должна это дать? Я не организация. Я не принимаю деньги. Я вам объясняю, что счета это информация о ДСП. Это неправда. Это счет для публичного сбора денег. Он имеет право получить все. Это неправда. Остальные никто ни на что не имеет права. Все. Мне не нужна информация о счетах. Вы меня вынуждаете платить на номер карты, который вывесил председатель. Я вам не могу вам вынуждать платить. Я вас вообще не представляю. Вынуждаете. Вы представитель государства. Государство принимает закон ФЗ-338. Я вам объясняю, что я по закону работаю. Я не имею права никакие счета вам говорить. Не говорите ни на курсах, ни писать. А про ФЗ-338 вы не хотите слышать, что обязали людей платить на счета? На которых вы скрыли, вы государство, их скрыли. Вы решаете все вопросы с председателем ГСК. Так, я ему предложил, у меня есть... Стоп. У меня есть аудиозаписи... Подождите, не перебивайте меня. У меня есть аудиозаписи, где председатель ГСК Комаров Вячеслав Владимирович на вопрос, на просьбу вывесить, собственно, сказали ему о законе ФЗ-338, он уведомлен. Ему сказали вывесить расчетный счет организации. И он вывесил туда частную карту. Или какую там карту, я не знаю. Номер карты. Вы... Обращайтесь в суд. Я не пишу за какие-то заявления в суд. Я не могу ваше отношение с ним регулировать. Нет, это не секретная информация. У меня таких прав нет. Это информация для того, чтобы люди заплатили за свой гараж. Потому что гараж этот отобрать могут за неуплату, все что угодно. Обращайтесь в правоохранительные органы. Обращайтесь... Это вы обращайтесь. Вы обращайтесь. У вас есть ИНН этого человека. Давайте я вам продиктую. Я вам сообщаю о возможном преступлении. Вам стало известно о возможном преступлении. Запишите ИНН этого человека. По телефону это не дается. Хотите, пишите обращение, а его будут рассматривать. Я по закону имею право обратиться устно. Нет, меня государство не обязывает обращаться письменно. Я могу обратиться устно. Я к вам обратился. Устное обращение также обязано фиксироваться. Это в канцелярию. Я не канцелярия. Вы отдел регистрации учета звоните. Вы запишите информацию на человека, который занимается подобными вещами. Вы представитель государства. Вы выдаете и вы контролируете эти счета все. Вы должны в государстве контролировать, чтобы не совершалось преступление. Сейчас я говорю, у каждого отдела своя работа. Никакие узные обращения в наш отдел не принимают. Сообщите Савенко Алексею Петровичу, начальнику вашей международной инспекции, номер один, по Украинскому краю. Можете записаться. Так, а вы можете ему передать информацию, что в обществе происходит, возможно, преступление. Вот его ИНН 22-04-08-78-07. ГСК 21. Комаров Вячеслав Владимирович. Кирпичное 50. Илья Александрович, у нас функции в отделах разные. Но у вас нет функции скрывать счет от людей, которые хотят заплатить. Вы же можете прийти, да, в технички так же сказать. Она тоже у нас работает. Но она же не будет с вами работать. Но вы у меня услышите. Я не могу вас услышать. Я делаю свою работу. У вас нет функций. Назовите мне закон. Назовите мне закон. Подождите. Я вам ответила, что эта информация не распространяется. Хорошо. Назовите мне закон, по которому вы скрываете публичный счет для оплаты членских взносов. И председатель скрывает. Вы все представители этого государства. Гарант, у которых ВВ Путин. Я даже не знаю. Публичный счет. Расчетный счет. Организации, по которым он принимает платежи. Расчетный счет для информации ДСП. Что вторая статья налогового кодекса. Там говорится, что не является ДСП информацией. Все остальное ДСП информация. Слышите, на этот счет принимают платежи. Как это может являться конфиденциальной информацией? Можно получить конфиденциальную информацию. Подождите. У меня есть книжка этого гаража. Мы члены этого кооператива. Вы хотите сказать... Значит, ФСЗ-338 нас обязывает заплатить по электронному платежу. Значит, вы скрываете... Вы представители этого государства. Мы не скрываем. Скрываете? Ну, скажите мне тогда... Вы меня отрываете просто от работы. Нет, вы хотите у меня отобрать гараж? Я не знаю, что вы хотите. Государство. Я вас ничего не отбираю. Ну, скажите мне номер счета, которым я могу заплатить. Я вам объясняю, что по законодательству счета, это информация ДСП, ее может получить по предприятию только председатель. То есть, по предприятиям все счета даются, по справкам по счетам даются руководителям. У ГСК руководителям является председатель. Хорошо. Вы можете обращаться туда, если вы что-то не можете со своим председателем решить. Я не хочу никуда обращаться. Я не имею права разглашать информацию. А какую вы информацию? Мне не нужна информация по счетам. Куда уходят деньги, на какой офшор или там что? Понятия не имею. Мне это неинтересно. Я не банк. Банк информация в банке, куда деньги, куда уходят. У меня информация может быть только о наличии счета. Я понимаю. Куда какие деньги там в этих счетах внутри? Откуда они приходят? Куда уходят? Я эту информацию вообще не знаю и не вижу. Мне неинтересно. Мне интересно, даже неинтересна фамилия этого директора. Мне просто интересно. ГСК 21 и номер счета. Все, чтобы оплатить. Публичный номер счета. СБИК там всякие. У нас нет понятия публичный номер счета. Ну для оплаты. Расчетный счет. Нету такого понятия у нас в налоговой. Расчетный счет. Как нету? Расчетный счет. Ну нету такого. А расчетные счета все это ДСП информация, публичные счета. Я такое вообще понятия не знаю. Нет, ну этот счет должен быть вывешен во всех. В интернете он должен быть вывешен. Банк открывает счета. Попробуйте обратиться к ним. Банк не говорит никакую информацию. Я тоже имею права. Вот банк не говорит, почему я должна говорить? Почему вы в банке не спрашиваете? Ну, потому что вы представитель государства. Только банк тоже представитель. Банк это частная коммерческая организация. Банк частная... Подождите. Банк это частная коммерческая организация. Даже Сбербанк России, больше его часть принадлежит Америке. Прошите право государства. Я вам объясняю, что я не имею права разглашать такую информацию. Ну, вы государственная служба. А банк частная сантора. Чего же вы у них-то не спрашиваете тогда? Ну, я не знаю, у кого больше спрашивать. Ну, все. А я тоже не имею права. Я ограничена законом. Ну, я у вас спрашиваю... Просто номер счета. Я не имею права никакие счета разглашать. Вы хотите, чтобы меня уволили? Вы меня будете задержать? Нет. Потому что, значит, вас уволили? Ну, почему? Я сейчас что-то говорю, сразу же иду увольняться. Нет. Ну, а председателя не собираетесь? Вызовите председателя. Что происходит там? Он имеет право собирать на карту? Он на карту имеет право собирать платежи? Членские взносы? У меня нет оснований. Это не наши вопросы, не налоговый мусор. Это ваши вопросы. Выдали вы им счет или нет? Это не правоохранительные органы. Правоохранительные органы. Да я не обращаюсь к правоохранителям. Я вообще отказался от гражданства РФ. В 2002 году. Я здесь в заложниках удерживаюсь. У меня против ФСБ тут всякие спецоперации разводят, знаете. То председатель гору мусорок привезет к гаражу, потом вызовут автоматчиков, значит. То еще что-то. То вместо расчетного счета он карту вывесит. Я не знаю, там, у товарища Путина какие фантазии по преследованию нашей семьи. Сергей Сергеевич, я поняла, вам нужен счет. Я вам конкретно говорю, не имею права вам давать такую информацию. А кто имеет право? В государстве. Давайте мы уже закончим разговор. Нет, ну давайте не будем говорить, что публичный счет для оплаты, который должен быть вывесен, это конфессиональный информатор. А кто мне может сообщить? Скажите, пожалуйста, кто может сообщить мне в государстве номер ГСК-21 расчетного счета? Кто в государстве? Никто? Потому что вы по закону не имеете права. Если вы считаете, что вы по закону имеете право получить такую информацию, пишите заявление, указывайте закон, на основании чего вы имеете право, мы вам дадим официальный ответ. Я, во-первых, отказался от гражданства здесь удерживаюсь в заложниках в стране. Во-вторых, я даже если мне, подождите, 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 даже если мне председатель напишет на бумажке, там, вывесит этот номер, я вправе его проверить. У вас, допустим, принадлежит ли этот счет этому ГСК, допустим, 21 в Бийске? Я же должен узнать, куда я плачу? Принадлежит ли, допустим, этот счет ГСК-21? Вы мне тоже, что ли, не скажете это? А вы за квартиру как платите? А там уже и это... Ну там другое дело, там уже расчетный счет есть. Ну как другое счет? Ну то же самое, вам... Ну я за квартиру не плачу куда-то... ...уставляют, вы что-то выясняете, вы платите. Нет, я же не плачу товарищу Путину на карту наличную за квартиру. Право вам разглашать такую информацию? Да как разглашать-то? Еще раз говорю, у нас есть конфиденциальная информация, к ней доступ есть. На основании того, что законы, на основании чего? Как то, кто, что имеет право, вы мне должны написать, на основании чего вы имеете право. Мы это рассмотрим. Что значит на основании чего? Подождите, что значит на основании чего? Почему вы имеете право? Во-первых, 338-й закон меня обязывает заплатить по электронному счету. 338-й, это вот федеральный закон, меня обязывает заплатить по электронному счету. В той втором статье налогового кодекса написано, что они являются налоговой тайной. Все остальное это уже информация ограниченного доступа. Нет, ну подождите, публичный счет для оплаты, что значит все 500 или 1000 человек будут платить на... Нет, у меня нет публичный счет, у меня таких понятий нету. Как нету? Расчетный счет должен быть на сайте, должен быть где-то написан вот там в будке, на стенде публичном, куда можно заплатить. Это должны видеть все, не только члены, кто заходит туда. И должны заплатить. Понимаете? Это публичная информация. Это не конфиденциальная информация. Номер счета это публичная информация, по которому все должны платить. А вы скрываете от людей номер счета, выходит. Я ничего не скрываю. Ну как, не скрываете-то? Вы мне не сообщаете, говорите, идите к председателю. А он не вывесил его. Значит, он себе на карту. А это значит, налоги не идут государству, раз. Значит, еще там регистрации в каком-то везде, 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 что такой-то платит за гараж. Нету. А это значит, что способ отъема гаража. А на какую карту платил, ты это не узнаешь, да? Не узнаешь. Значит, это, ну что это? Это преступление какое-то, да? И что это происходит? В государстве-то? А что делать-то? Если государство... А кто в государстве тогда мошенник, занимается преступлениями? То есть государство требует платить на какой-то счет, даже которого, если я узнаю, я не могу проверить, тот ли этот счет или нет. Вот это тайна. От кого тайна? От меня же тайна? Куда я плачу, что ли? Ну это абсурд. Это тогда там сходили с ума они или что? От демократии-то американская здесь. Ну что происходит-то? Я пока что даже заплатить не могу, не знаю, счет. Вызовите, обижите его не принимать на карту, а принимать на расчетный счет. Давайте я вот даже телефон вам скажу, который в публичном доступе. Мне не надо телефон, у меня в обязанности мои не входит. Ну вам стало известно... Да вам... А он вывесил телефон. Это к нам. Все, персональные ваши данные, это ко мне, все остальное нет. У меня нет основания его вызывать. Ваш звонок это не основание. Да, у меня еще и видеосъемка этой карты для публичной оплаты членских взносов. Я вам еще не объясняю. Если вас что-то не устраивает, вы можете писать еще в правоохранительный орган. Я не пишу... Если вы считаете, что ваши права, если ваши права нарушены, или полномоченный по правам человека, можете туда писать. Я просто хочу заплатить, я не хочу никуда писать. За гараж заплатить хочу, членские взносы. Платите. А, платите куда? На карту, дяди? Я еще не знаю. Это я вам не могу сказать уже. А почему вы мне не можете сказать? А вы должны, государство должно бы позаботиться о том, чтобы люди платили не на какую-то липовую карту, дяди, а на расчетный счет организации. Нет, вы ерунду говорите. Я на ваш вопрос ответила. Не ответили мы мне. Предоставить информацию такого рода не имею права. Какого рода? Какого рода? Извините, пожалуйста, я прекращаю разговор. У нас на платильщика, у нас максимум 15 минут. Я с вами уже, наверное, полчаса разговариваю. У меня кроме вас еще куча другой работы. Извините, пожалуйста, все. Я на ваш вопрос ответила. Предоставить такую информацию мы не можем. К сожалению, по закону не положено. По какому закону? Еще раз. По какому закону? Назовите пункт. Все. 27 февраля 2024 года. 1.44. Управление «Единое окно». От администрации города Бийска. Заместитель начальника Мельникова Светлана Борисовна. 32.92.15. Здравствуйте. Мне нужна Мельникова Светлана Борисовна. Еще раз, поэтому я позвоню. Хорошо. Звоним. Светлана Борисовна. Да. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос к вам. Значит, я не могу узнать расчетный счет вот гаража. У нас вот гараж в ГСК-21 в Бийске. Значит, председатель вывесил, ну, собственно, на просьбу вывесить для оплаты. Потому что там какой закон? В 338, по-моему, закон об оплате обязательный. В 338 федеральный закон это закон о создании гаражных объединений. Они там это все прописывается, но не просто про ГСК, это немножечко другое. Ну да, но там сказано, что... Про счетный счет, я думаю, вы можете в налоговую узнать своего ГСК. Я звонил, оказывается, это конфиденциальная информация. Нельзя. Мы не владеем такой информацией в принципе. Ну а кто владеет? Где в государстве можно узнать? Мы занимаемся проведением кадастровых работ. Ну а хотелось бы... Переподируемая геодезия. Информации о счетах и их оплате мы не владеем. Ну почему-то председатель засекретил это. Ну вообще эта информация у вас должна быть в общем доступе. Это ГСК, вы члены ГСК. На общем собрании вы решаете все свои вопросы, что вы должны знать. Да никто там не собирается вывешивать. Мы два месяца вот хотели уже оплатить. Звоним председателю. Это вам с председателем нужно. Да, на вопрос, на предложение вывесить расчетный счет, он вывесил карты. Счет карты. Мы сфотографировали это. Личный... Я ходил в банк, говорят, это личная карта. Напишите в прокуратуру жалобу. Да я не хочу ни с кем судиться. Я просто за гараж хочу заплатить, понимаете? Ну я как бы рада, но ничего вам еще не надо. А что там, вы можете узнать, поскольку вы так, ну там... Что я могу узнать? Кому собственность какая-то частная? Что там с этим гаражным кооперативом? По улице Кирпичная, 50, вот ГСК-21. А на основе чего я это буду не узнавать? Нет, конечно. Потому что люди хотят знать, что там происходит. Идете в ОФЦ и делаете запрос официально. Ну что значит запрос? Я просто в государстве могу узнать. Какой земельный участок, где у вас гараж. У вас приходит выписка, в ней будут все данные по поводу этого гаража. Да. Земельного участка и гаража, если он у вас зарегистрировал. Ну там членская книжка есть. М? Членская книжка у нас есть, да. Мы за него и хотели заплатить. Но это же незаконно? Все, что указано информацией о земле, вы можете заказать выписку в ОФЦ. Либо в налоговую заказать выписку о юридическом лице. Ну да. Платите деньги, заказывайте выписки. А еще деньги платить надо? Ну конечно. А если нет денег, тогда как? Ну тогда с председателем вопрос решает. Хорошо. А почему в государстве никого не интересует, что он вместо расчетного счета вывесил карту чью-то? Ну может быть это должно, может быть полиция это может заинтересовать, если он вывесил карту чью-то. Ну вот налоговая не заинтересовала. Налоговая считает, что это конфиденциальная информация, расчетный счет публичный. Такое понятие как публичность у них нет. У них какие-то там секретные данные. А вам не кажется, что это способ, например, убить человека, а потом засекретить его данные или полстраны? Или даже, допустим, вывесит он счет. Я даже не могу проверить нигде, кому принадлежит этот счет. Связан ли он с ГСК-21, например. Кому я плачу. Нам все говорят про каких-то мошенников, какие-то карты. А в обществе вот такое происходит, и никого это не волнует. Так вы к председателю-то пойдите, да скажите у него все вопросы. А можно и в лоб получить от председателя, например? Ну, можно. Можно. Ему по телефону сказали, что расчетный счет вывесите, он вывесил. Ну, дело в том, что вы знаете, вообще просто не в ту организацию. Да почему? Ну вы мне посмотрите вообще организацию. У вас есть в компьютере это. Зарегистрировано. Я ничего. И ННН есть. Я ничего не буду, и у меня этого нет. Всего доброго. До свидания. Ничего смотреть не будет? Всего доброго. До свидания. Преступления они где-то там, а вы это самое. Понятно. Какая форма собственности там? Какая форма собственности там? Вообще что там? Или там что там вообще? Что там вообще происходит? Ладно. Начальник единого окна при администрации города Бийска Загорова Ирина Владимировна. 33-62-83. 27 февраля. 20 февраля 2024 года. Здравствуйте. А Ирина Владимировна, да? Нет, она нам нужна. Да. Она по телефону разговаривает. Чуть позже, пожалуйста. Хорошо. Консультация. Это вот единое окно. 33-73-55. Единое окно. Это консультация, да? Управление, единое окно, первый кабинет. А с кем разговариваю? Меня зовут Елена Владимировна. Написано на сайте, что это консультация. У вас в чем вопрос? Скажите, пожалуйста. Что вы хотели узнать? У меня вопрос следующий, значит. Мне нужен счет публичной организации ГСК-21, расчетный счет для оплаты членских взносов за гараж. Я нигде эту информацию получить не могу. У нас точно такой информации нет. Мы ведем прием документов. И можем вам дать консультацию, как оформить, например, земельный участок или еще что-то такое. Ну, у вас есть база тогда? Информация в счетах у нас просто нет. Хорошо. У вас есть база? Я тогда бы хотел потом посмотреть. У нас нет базы. Ну, если вы ведете... Мы принимаем на бумажных носителях заявление и придаем в работу в управление муниципальным имуществом. Ничего у нас не остается, никаких баз. Всего доброго. Вот так. Ирина Владимировна, возьмите пробочку. Здравствуйте. Я хотел бы вот уточнить. У нас в ГСК-21 гараж. Мы не можем получить номер расчетного счета для оплаты гаража. Председатель вывесил личной карты номер. Где-то хочу узнать, заплатить. Потому что там вот закон 338 обязывает нас заплатить именно по электронному. Вот. А это получается как бы на личную карту. Какую-то информацию можно получить о счете? Это же открытая информация. Понятия не имею, о чем даже вы говорите. Может, у вас есть... Почему вы решили к нам звонить? Ну, у вас же должен быть зарегистрирован как-то земля там, в собственности, что там. Ну, если оно у вас зарегистрировано, то оно у вас зарегистрировано, а не у нас зарегистрировано. Ну, в администрации же вы же администрации. И мы не род в приезду. Ну, может, у вас какая-то... Это же вседоступная информация, счет расчетный, по которому заплатили. Нет, мне туда вы звоните. А вы вообще нет у нас никаких расчетных счетов? В базе не посмотрите? Нет, у нас никакой базы такой. Почему вы решите к нам позвонить? А я везде звонил. В налоговой сказали... Говорят, нет такой информации. Почему? В налоговой сказали, что это засекреченная информация. Ну, у нас откуда есть она засекреченная? А председатель не вывешивает, значит, государство скрывает? Патучку скрывает. А председателем разбирайте. Так а можно и в лоб получить от председателя. Ему было сказано... Это уже ваши взаимоотношения, я... Нет, это уже там тысячи людей, или сколько там, около того. О, и все будут на карту им оплатить личную, что ли? Ну, это конечно. Ну, сами разбирайте, сами разбирайте. Но вы не посмотрите там об этом ГСК? Ну, мне негде посмотреть, у вас нет этой информации. Нет, ну вот видите, государстве нет, никого не интересует. Ну, ладно. До свидания. 27 февраля 2024 года. Председатель ГСК-21 БИСК, Комаров Вячеслав Владимирович. 8903-949-84-68. Рабочий контакт у него. Давай звоним. Здравствуйте. Здравствуйте. Комаров Вячеслав Владимирович, да? Слушаю. Мы бы хотели узнать, ездили вот в гараж по поводу оплаты. Ну, вы вывесили там, мы в банк приехали, нам сказали, что это номер личной карты, вот там у вас на этом, на табло-то. Личная карта, это на кооператив карта. Ага. Потому что я являюсь как пользователь, представитель, кто-то должен же отвечать, может именно предприятие. Да, это что, форма собственности, что, частная собственность, это что, как у вас? Чего? Частная собственность. ГСК. Ну, ГСК. Почему частная собственность? А форма организации какая у нее? Ну, вы же умные там, вы все узнаете, до свидания. Подождите. Какое, до свидания. Подождите, до свидания. Так, набираем вот Комарову Вячеславу Владимировичу еще раз. Звоним еще раз. Как-то странно бросил трубочку. Номер занят. Смотри, он теперь... Разъединение. Он теперь трубку перестал брать. Новых сообщений один, представитель гаража. Обзор. Этот абонент снова в сети, вы можете с ним связаться. Угу. Но он же бросил трубку. Только не хочет отвечать на вопросы. Ведь все госструктуры говорят к нему задать вопросы. Ну, давайте еще раз позвоним ему, да? Угу. Вообще-то... 8903 949 8468 8468 8903 949 То есть, он не хочет отвечать на вопросы даже. Интересно. Номер не отвечает. То есть, он просто не берет трубку. По всем вопросам обращаться. По всем вопросам обращайтесь. Вывесил он там, да? И все... И мэрии, и банк, которые тоже советуют обратиться к нему. Обратиться к нему. И налоговая. Которая обратиться к нему, которая, собственно, вывесил место расчетного счета ГСК-21, да? Где у нас гараж за оплату членский взнос, да? И... Как вы понимаете... И в банке говорят... Карту вывесил. Говорят, что это номер... Это карта организации. Она не... А мне сказали в банке... Что нужны реквизиты организации. Частное лицо, это карта частного лица. Какая... Ну, это неважно. Это карта. Это не расчетный счет, да? Ну, да. Они в банке говорят, что нужны реквизиты. Тогда они делают... А такие... Вот в этом банке даже не делают таких переводов с карты на карту. Да, то есть в Сбербанке... У них считается главный банк в стране. Еще вот Алтай-Капитал банк. Да. Сказали, вон, пожалуйста, с банкомата. То есть даже не связываются. Да? Да. То есть официально заплатить на нее нельзя. То есть документов потом узнать, на какую карту ты перечислил. То есть нет. То есть тебя подставили, кинули, да? Официально. Да. И перестали отвечать на звонки еще. Так, да. Видимо, хотят вынудить какие-то заявления писать, какие-то разборки. Мы не пишем никакие заявления ни на кого. Мы просто хотим... Заплатить за гараж. Заплатить за гараж, да. Как у Булгакова. Да. 27 февраля 2024 года, 12.34, бийское время, дежурный, ФСБ Барнаул. Так. Управление Каллодирова. А это семья писателя Гановой Людмилы. Семья Цурикова. Мерлина 2, 149. Сегодня 27 февраля 2024 года. Да, значит, у нас получаются проблемы возникли. Вдруг. Вдруг, да. Вот 338 закон вышел, обязывающий людей платить за гараж по электронным платежам. То есть для какого-то учета, видимо, там сбора налогов или еще чего-то государства. Я не знаю, вам виднее. А я член кооператива ГСК-21. Да, у Катерина. У нее гараж. В ГСК-21 номер 68 гараж. ГСК-21 улица Кирпичная, 50. Значит, мы уже вот два месяца, да, не можем заплатить за гараж. Звонили неоднократно председателю Комарову Вячеславову Владимировичу. Ну, он то забудет, то он, значит, на предложение вывесить расчет и счет ГСК, чтобы мы приехали, его сфотографировали, записали и пошли в банк оплатили. Значит, собственно, вывесил счет, карты. Мы в банк пришли, нам сказали, что они не занимаются таким. Что нужен расчетный счет, нужны реквизиты организации. Тогда высветится организация и пройдет официальный платеж членских взносов, как полагается в этом государстве. Многие банки и все не занимаются переводом. Это просто перекидка карты. Ну что, какая-то спецоперация в отношении нас опять разыгрывается. Мы не сможем заплатить за гараж по закону. Что там на меня насчитают долги, отберут гараж. Гараж, я не знаю, что. Председателю мы сейчас ему звонили. Он бросил трубку. Он бросил трубку. Мы сказали, что это счет в банке, собственно, на него отказываются платить. Банк переводит. Но он должен вывесить по закону расчетный счет организации. На личную карту-то это же значит, что? Это какому-то дяде платить, куда? Проверить, что это за карта, я не могу. У нас есть видео, где он вывесил эту карту. В налоговую, в мэрию мы позвонили. Он отказывается разговаривать. Ему еще два раза перезванивали, он сбрасывает трубки. Значит, в налоговой отказываются назвать нам публичный номер расчетного счета ГСК-21 под якобы, под какой-то коммерческой тайной. Председатель его скрывает, вообще бросает трубки. Ну, значит, что? Алло, вы слушаете? Алло! Какие-то космические звуки. Какие-то космические звуки. Вы слушаете ФСБ? Алло! Алло! Вы слушаете? Где вы? Да, я вас слушал, да. Ну, то есть, в государстве происходит, я не знаю, что это, преступление, что там за люди образовались. То они сваливают кучу мусора перед гаражом, потом вызывают автоматчиков, угрожают, значит. А то его там нету на рабочем месте. То его там нету, он не может... А висит на доске почета вот этот номер карты. Значит, что все садоводство должно платить на номер карты, вот этого дяди, который там, Комарова. Причем неизвестно, что это за карта. Я не могу узнать, что это за карта. Мне не говорят это. Ни в банке не говорят. Это тоже секретная информация, оказывается. Ни в налоговой, ни в лене, ни в едином окне. Да. Вот его телефон, этого дяди. Вы слушаете? Алло! Слышит, слушает, конечно. Делает вид, что не слышит. Да. Алло! Что посоветуете? Обратиться к автоматчикам? Нет, автоматчик. Так, вот слушайте. Телефон этого дяди, официальный, председателя ГСК-21. 8-903-949-84-68. А то он что-то... Комаров Вячеслав Владимирович. А то он что-то трубку стал кидать. Позвоните, пожалуйста, скажите, чтобы он вывесил счет, как это расчетный счет. Как это положено, как полагается. Да. Публичный расчетный счет, чтобы я смогла оплатить свой гараж. Да, записали телефон. Да, не берет трубку от члена гаража, гаражного кооператива. Оснований у него нет. Ну, хорошо, понял вас. Спасибо за информацию. Да, ну вы гараж, собственно, человек может оплатить? Пускай он вывесит счет на своем гостке. Что? Я вас понял. Я вас понял, говорю, выясним. Телефон записали его? Обязательно, да. Записали. До свидания. До свидания, да. Продолжение следует...